Господин режиссер, отстань от меня, уйди нахрен. Слушай, демократия в своих ингредиентах обязательно должна иметь страх. Умрите здоровыми, но не выходите, не снимайте маски, заткни, не дышите, не живите. Можно не знать, что такое сонатная форма, но апассионата Бетховена тебя вставят любого. Ну ладно, ну перестаньте, ну перестаньте, ничего не вставят. Русский театр, это не обязательно хорошо, это иногда и плохо. А театра нету без публики, нету, просто как вида искусства нету. А когда ты привык к аншлагам, а когда ты собирал, а теперь у тебя 20 человек. Отвыкнешь, ничего, ничего, отвыкнешь. Фотографии в альбоме твоей возлюбленной не есть замена любви, понимаете? Вот к чему вы, как говорит Юра Бутусов, вы куда трете? Любой хороший театр когда-то становится плохим. Вот это вот, ну, такая наша обычная публика. Это час с пика, сегодня у меня в гостях профессор, народный артист России, актер, режиссер и художественный руководитель театра Сатирикон. Здравствуйте, Константин Аркадьевич. Здравствуйте. Очень рад видеть вас. Ну, давайте начнем с шекспировской. Весь мир театр, только перефразируем его. Мне кажется, что после введения 25% занятых мест в театре, весь мир превратился в театр абсурда. Поспорите? Ну, хотите, поспорю. Ну, вы понимаете, мне, например, здесь, в этом факте, мне дороже все-таки возможность все-таки играть. Лучше 25, чем ничего. Конечно, конечно. Это просто однозначно. Просто мы же проходили уже ситуацию, при которой мы не играли. Был огромный, так сказать, перерыв, антракт такой, я бы сказал, небывалый не только в моей жизни, но вообще, я думаю, вообще в жизни общества, вообще в жизни человечества. Вот такой антракт совсем. А такая остановка. И это, конечно, очень серьезное испытание на прочность, потому что, ну как, я практик, например, я привык, как любой театральный артист, вообще театральный работник, я привык работать регулярно. И в этом, так сказать, колоссальное, например, преимущество театрального артиста перед, скажем, киноартистом. Потому что он находится в тренаже, и тренаж ему необходим, как спортсмену, так сказать, который находится на дистанции, так сказать, там нельзя делать антрактов. Это разрушительная вещь. Отдачу-то вы же тоже привыкли получать. Конечно, конечно, но я вас уверяю, что, понимаете, в чем дело? Вот есть такой период, когда на папах и мамах еще перед премьерой играет спектакль. И когда первые зрители приходят, ну вообще, знаете, как рождается спектакль? Вот как роды эти происходят? Значит, перед премьерой есть несколько спектаклей, таких прогонов на зрителях. Это, условно говоря, папа и мама, но это очень условно. А вообще, если буквально, то несколько прогонов последних перед премьерой играется на зрителях. Сначала играется на маленьком количестве зрителей, потом чуть больше, потом ползала, потом три четверти зала, потом, или там, две трети зала, потом зал. К вас и уверяю, что когда артисты встречаются вообще с каким бы то ни было количеством чужих глаз, вот первый раз, вот когда в зале сидит 20 человек, в большом зале 20, это самая стрессовая ситуация. Потому что вообще вот 20 человек новых, чужих, вот первый раз, потому что до этого смотрит только режиссер, ну и работники этого спектакля. Ну, до этого, когда прогоняются в пустом зале. Потом 20 каких-то новых человек. И это самое большое волнение для артистов. Потому что когда уже их там 300, 500, это уже следующие, новые, но он уже прошел эту потерю девственности, так сказать, вот стрессовое вот это состояние. Это были первые 20 человек. Поэтому для артиста это очень, в общем, субъективная вещь. Внутри какая установка? И 20 человек, это также ответственно, а иногда бывает еще более волнующим моментом, чем полный зал. Понимаете? Это и на самом деле важно артисту играть на каком бы то ни было количестве зрителей. Понимаете? Вот и все. Константин Аркадьевич. Сейчас вы говорите, сейчас будете говорить про экономику. Это другие вопросы. Нет, нет, про экономику мы, естественно. Когда наоборот. Вот вы сейчас говорите, когда предпремьера, я понимаю, первый раз играют эти 20 человек, это очень важно. Да, да, да. А когда ты привык к аншлагам, а когда ты собирал, а теперь у тебя 20 человек. Отвыкнешь. Ничего, ничего, отвыкнешь. Как привык, так это. Ну, это же объективные обстоятельства. Это же не потому, что спектакль плохой и на него никто не ходит. А это потому, что, ну, реально есть ограничения, обстоятельства, да, вот эта пандемия. Ну, это, объясни это себе. Ну, не паникуй. Ну, хорошо, сыграешь. Тем более, что в этой ситуации, когда огромное идет давление на сознание населения, что вообще лучше никуда не ходите, лучше оставайтесь дома, лучше вообще зад... И вообще лучше умрите здоровыми, но не выходите, не снимайте маски, задки не дышите, не живите. Это очень полезно и хорошо, и самое желательное. И они при этом все-таки приходят. Это, значит, самые верные зрители, самые, так сказать, жадные до театральных впечатлений, у которых есть необходимость, так сказать, общения с тебя, прихода в театр, необходимость театральных впечатлений. Это самые прекрасные зрители. Поэтому они даже психологически, они работают как бы за себя и за того парня, который остался дома. Они аплодируют больше, они кричат браво, громче. Понимаете? Поэтому любое положение, при котором нам все-таки позволяют играть, оно лучше, чем положение, когда нам вообще... Нет, теперь вот не играйте, играйте дистанционно. Вот как кто-то стал принимать театр за вот эти экранные записанные спектакли, стали принимать за, собственно, работу театр. Вот это ошибка, это заблуждение. Вот, я как раз хотел спросить. Буквально недавно была «Золотая маска» вручение, конечно, онлайн оно было. И вы сказали, достаточно скептично, да, отнеслись к этому возможности. Сказали, что вполне можно было бы, соблюдая все меры предосторожности, провести вручение и, так сказать, оффлайн, в нормальном режиме. А почему, ну вот, например, не заменить? Если сейчас 25%, потом еще меньше будет, можешь сразу уже уйти в онлайн и показывать на платформах, я не знаю, по телевизору спектакли. Нет, по телевизору спектакли это не есть театр. Это телевидение. Или это, там, интернет. Экран не может заменить живого общения. Это, так сказать, давно известно. Просто вот эта пандемия, вот этот антракт чистый, который произошел вот некоторое время назад, он еще раз это доказал для меня. Я ни одного спектакля, который у нас показывали мы вот из нашего архива, так сказать, я ни одного не посмотрел, чтобы не расстраиваться. Вы можете по гербарию судить Олесе? Понимаете, там, ну, есть фотографии в альбоме твоей возлюбленной, не есть замена любви, понимаете? Давайте поговорим тогда о деньгах. Это то, на что многие зрители обращают внимание. Вот буквально недавно у нас было интервью с Юрием Бутусовым, и там... Да, я его смотрел. Да, так очень внимательно и с большим интересом. Мне было безумно интересно тоже послушать его, но мне кажется, мы не очень хорошо поговорили именно о финансовой стороне. Вот под интервью многие наши зрители писали, что, я бы даже позволю себе процитировать, да вы, господа артисты, офонарели, не хочу я со своих налогов платить за ваши театральные эксперименты. Нет, ну, это многие не хотят, и понятно. Все понятно. Театр-то вообще камерное искусство, оно охватывает очень небольшую часть населения. Огромная и абсолютно большая часть населения страны, земли, любого города, где есть театр или театр, вообще в театр не ходят никогда. По статистике мировой, вы понимаете, что меньше 9% любого города мира, вот где есть театр, меньше 9% туда населения этого города ходит. Ну вот смотрите, что же получается. И так-то в Москве, в одной Москве 86 репертуарных государственных театров, они все оплачиваются из бюджета. Раньше, когда были полные залы, ну какую часть компенсировать можно было, и, наверное, значительную, особенно если... Да нет, театр вообще, репертуарный театр не окупается, это просто неграмотно думать, что театр может себя окупить. Он не окупается сильно, как любой симфонический орхестр. Причем тем лучше музыканты в этом оркестре, тем более великий дирижер дирижирует и, так сказать, руководит этим, тем меньше окупаемость этого. Потому что они все высокооплачиваемые, они все, так сказать, ну что такое, там, симфонический оркестр. То же самое репертуарный театр. Ну это в принципе невозможно окупить. Это обязательно датируемое учреждение. Даже аншлагами? Конечно. Репертуарный театр не окупается, не может окупаться. Это изначально, так сказать, учреждение, которое обязано быть датируемым кем-то государством или каким-то, какими-то спонсорами. Это не может существовать само по себе. Оно не может быть окупаемым. Датируемое искусство для узкой прослойки, для 9%, правильно получается? Такое очень элитарное. Почему очень? 9% никакое не элитарное. Это миллионы людей. Это миллионы людей. В Москве 86, вот как мы сейчас говорили, еще примерно, я не знаю, там, 50-100. Вот к чему вы, как говорит Юра Бутусов, вы куда трете? К носу, к носу. Я тру к тому, что 86 театров в Москве сейчас нужны. Все 86? Да, конечно. Да нужны, конечно, вообще замечательное дело театры. И я вообще категорически против того, чтобы закрывались театры. Потому что, понимаете, вы скажете, плохой театр, а много плохих. Нафталин. Конечно, много. Ну, конечно. Нафталин, да. Но если Нафталина закрывать, то ни одного академического театра бы уже давно не осталось. Просто театр как учреждение. Мне кажется, закрывать категорически нельзя. Он плохой театр вот какой-то. И таких может быть много и даже большинство. Но из плохого театра сделать хороший можно. А из не театра сделать театр почти невозможно. Понимаете, нет? Просто любой хороший театр когда-то становится плохим. Это нормальная, так сказать, синусоида, его качество, его, так сказать, жизни художественной. Это нормально. И так я могу сказать про любой театр. Я помню тяжелейшие годы во МХАТе. Понимаете? До прихода туда Ефремова. Когда, честно говоря, мы ходили смотреть спектакли. Нас Олег Павлович водил. Чтобы мы видели, как не надо играть. Что называется, упаси Божие. Вот так играть. И мы ходили на спектакль этого театра, чтобы ужаснуться. И чтобы как страшный сон, так сказать, увидеть вот во что может выродиться и театр, и актерская профессия. Тем не менее, театр, это, даже если он плох, особенно в каком-нибудь там маленьком городе, это все-таки очаг распространения культуры. Понимаете, это очаг русской речи. Я вот довольно много концертирую. Ну, сейчас это все прекратилось. А вообще я так ездил по стране и по миру. Ну, главное, по нашей стране. И в разных бывал городах. Я мог приезжать в какой-то малоизвестный город или там, казалось бы. Я мог сразу, не зная заранее, я мог сказать по публике, которая собиралась во дворце культуры, где я выступал, я мог по реактивности этой публики сказать, вот наспор, есть в этом городе театр или нет. По просто способности понимать русскую речь. Сложно сочиненные предложения. Не мат с междометиями, на каком разговаривать. Вот это вот, ну, такая наша обычная публика. Потому что там приезжает столичный артист. Я даже там не про себя лично говорю, а просто вот столичный артист. Какой-нибудь город, условно говоря, Мухославск. И, в принципе, они рады, что приехал какой-то столичный артист. Они собираются. И этот столичный артист, и в данном случае я, никогда сложного, ничего им особенно не предлагал. Я просто с ними разговаривал. Ну, у меня там было много всяких, как бы, ну, это какая-то, как сейчас говорят, стендап-комедия. Ну, какая-то не комедия, а там это могло быть что угодно. Стихи, перемешанные какими-то актерскими штуками, зарисовками такие, чтобы было весело, а потом серьезно, а потом опять смешно. Но это было связано с какой-то речью, с которой я к ним обращался. Обращался к ним со словами простыми, но все-таки выверенными, продуманными. И вот они, бывает, не догоняют, знаете. Вот если в городе нет театра, они как бы и рады получить удовольствие, но не поспевают. Я уже про серьезные, они засмеялись. Предыдущие какой-то моей шутки. Но поздно засмеялись. А я уже про серьезные. И так далее. Не поспевают, не очень понимают. А если в городе есть театр даже плохой, значит, там идет классика. Она, предположим, даже плохо играется. И понимаете, там звучит речь, которая распространяется. А потом эту речь иногда употребляют даже среди тех, кто не ходит в театр. Это такими кругами по воде, как бы в стоячем пруду расходится. И все-таки какой-то имеет культурный резонанс. Ну, тут даже 9% ходит. А уж в маленьких городах там вообще один-два театра. Кто туда ходит, кроме вот этой вот узенькой прослойки? Это замечательно, это узенькая. Это микроб, но это, я говорю, микроб очень сильный. Театр – это очень сильный вид искусства. Это, во-первых, очень сильное воздействие. Театр воздействует... Сильный спектакль воздействует колоссальным образом на людей. Колоссальным образом. Я всю жизнь этому свидетелем являюсь. Чтобы полюбить людей вообще, надо подсмотреть за ними, как они реагируют на хорошо идущий спектакль. Вот просто в темноте зала, когда они думают, что их не видят. Как они меняются? Какие метаморфозы с людьми происходят? Они даже сами этого не сознают, потому что они в этот момент себя не помнят. Это счастливые минуты в их жизни, когда они не строят из себя ничего, потому что они в темноте зала сидят и приближаются к Богу, сами того не понимая, понимаете? А строят из себя только там в Антракте, когда свет зажигается, они как-то начинают себя осознавать и как-то из себя что-то строят. Это сильнейшее воздействие, а потом это воздействует на других опосредованно. Понимаете, я в данном случае, ну как сказать, я занимаюсь театром просто потому, что это единственная вообще моя связь с жизнью и единственный смысл, понимаете, для меня. Поэтому доплевал я на остальных вот этих неходящих. Проблема номер один сейчас в российском театре. Вообще в театральном сообществе... Я не знаю, там номер один, номер два, там есть художественные проблемы, есть проблемы... Нет, но вот в связи с этой ситуацией, ну, есть проблемы профессиональные, такие как, скажем, среди актеров, среди труп театральных. Актеры очень много работают на стороне, так сказать, в разных местах. Это как хорошо, так и плохо. Ну а почему они работают? Что зарплата маленькая? Нужно зарабатывать денег больше? Ну да, надо больше зарабатывать деньги, но это имеет другую сторону. Просто инструмент, на котором играют все, не может быть чутко настроен. Понимаете, да? Ну актер это же инструмент. Он сам и скрипач, и скрипка. Ну это, так сказать, не я этот образ изобрел, естественно. Но скрипка эта должна быть очень чутко настроена. И если я художественный руководитель, и я этого артиста воспитал, а у меня, скажем, в театре почти все уже мои ученики, так или иначе, понимаете? Во всяком случае, абсолютное большинство. Я их хорошо знаю, я с ними работаю. Дотошно, добросовестно и, в общем, иногда невыносимо. Я бываю нудным и утомительным для них и со своей добросовестностью. Потому что, скажем, я вот считаю, что одно из моих главных качеств – это добросовестность. Я считаю, что это вообще в нашей стране качество более редкое, чем талант. Я вижу, как мои замечательные артисты, работая в других местах, и чем они замечательнее, тем более они востребованы, как правило, понимаете? Они и снимаются, и в каких-то театрах работают еще, и в каких-то антрепризах работают. И я вижу, как, с одной стороны, руку-то они набивают, но тонкость и точность, то, что я люблю, и, так сказать, какую-то тональность нашего театра, нашей работы, потому что каждый театр имеет свою тональность, какой-то свой, какой-то настрой, если хотите, вот если говорить это музыкально, какой-то тон какой-то, независимо от жанра спектакля, который в этом театре идет. Но если это театр не просто площадка прокатная, а все-таки с каким-то художественным лицом, с каким-то определенным художественным пристрастием, что-то этот театр любит, а что-то не любит, ну что-то он, какая-то дорога у него есть. Я вижу, как по причине их многостаночности, скажем так, эта тональность уплывает, сбитые прицелы, сбитые, понимаете, они, это, ну, как бы сказать, это не значит, что мы не настроимся, но мне это стоит с каждым разом, с каждым годом все большего труда. Ну, вы же прекрасно понимаете, в чем причина. И вот теперь простите за этот вопрос, но я не могу. Нет, это, 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 вот вы говорите про одна из проблем. Это проблема, она разрушена, ну, это разрушение, так сказать, вот каких-то художественных общих каких-то устремлений, каких-то, это тонкие вещи, но это серьезная проблема. Мы с вами говорили еще до начала записи по поводу бродвейской системы. Там, как вы говорили, актеры подписывают контракт, которым они не имеют права и так далее, и так далее, и так далее. Ну, так мы не можем. Так может быть, чертовой матери, закрыть половину театров, все деньги отдать в оставшиеся, и будет... Не, 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 не надо на бродвейской системе. Да не, не, не. Нет, там просто, мы никогда, у нас театр репертуарный, никогда там актеры не будут зарабатывать столько, сколько... Это не репертуарная система бродвейская. Это один спектакль, который играется восемь раз в неделю на протяжении нескольких лет, идеально, так сказать. Это такое, это такой, ну, такой бизнес. Это имеет свою сторону, в общем, нехорошую с точки зрения художественной. Я в свое время очень увлекался, там, бродвейским театром, пересмотрел и объелся, надо сказать, просто. Пересмотрел, ну, там был период, там, многолетний, когда я смотрел и смотрел и восхищался. Это театр удивлений, там, даже сказать слово потрясение, это не очень точно. Это такая машина, и машины они имеют эти... Они работают, как вам сказать, там, как ни странно, мало живого очень. То есть, может, как раз не странно. А там мало живого. Там это очень профессионально, это очень отработано. Там ты не встречишь, ты не... Там нет жизни человеческого духа, о которой говорил Станиславский. Там железно отработано все, они такие мастера, но там рядом, может, партнер, что называется, не выйти на сцену. Этого не может быть, конечно, но так, теоретически. А этот все равно будет играть другой. А не как каждый играет по отдельности. Каждый отрабатывает железно. Шестеренки нет, но эта шестеренка все равно работает и за себя, и за другим. Ну, как бы сказать, ну, это театр, ну, как бы, с точки зрения психологического, очень требовательного русского театра, это театр часто мертвый. Мертвый, отработанный, эффектный, красивый, атакующий. Фабрика, завод. Такое... Швейцарские часы. Настроен идеально. Но там есть... Там нет этого воздуха, этих божественных отклонений. Бизнес в России на театре невозможен. Да нет, я... Вообще, меня это совсем не привлекает. Я просто считаю, что... Понимаете, бизнес, это все-таки для меня, когда зарабатывание денег является главной задачей. А у искусства такой задачи быть не может. У искусства цель искусства. Понимаете? Творец. Ну, это... Ну, что такое вообще искусство? Это какая-то интерпретация в образном... С помощью образов. Это какая-то трактовка жизни. Это какое-то авторское ощущение жизни. Я так вижу жизнь. И я хочу этим поделиться. Будет на это потребитель или не будет, это второе дело. И сколько я смогу с этого приобрести? Это вещи, прилагающиеся, не имеющие право быть главными. И театр такой же. Я понимаю, что как это государственное учреждение, там то-то, оно должно, деньги, налогоплательщиков. Ну, все понятно. Ну, и что? Российский театр, русский театр. Да. Есть такое понятие? Это бренд? Вот русский театр, это... Да, конечно, есть такое понятие. Конечно, для меня... Все 86 московских театров, это русский театр? Конечно, конечно. Потому что русский театр, это не обязательно хорошо, это иногда и плохо. Что такое русский театр? Это тот, где не делают бизнес? Ну, это... Ну, во всем случае, это не тот театр, где это является главным. Ну, как это... Ну, зачем? Это, мне кажется, признаться в чем-то вообще... Очень постыдным. Ну, как это так? Ну, как человек, который занимается искусством, может что-то выше, собственно, искусства иметь целью? И тогда он другой, он подельщик, он лудильщик, он бизнесмен. Но это другое. Бизнесмен может быть рядом. Он может быть рядом. Недаром бизнесмены... Например, если бизнесом заниматься только... Мне кажется, что это... Вот если только этим, в этом преуспевать, это довольно быстро становится скучным. Почему, так сказать, ну, духовно какие-то богатые, духовно богатые, богатые материально люди начинают заниматься искусством, начинают вкладывать деньги в картины, в музыку, в театры, ну, там, известные истории, так сказать. Хотят остаться в истории, мне кажется. Не, не, не. Как раньше монастыри строили. Любят, любят, любят. Вы знаете, какое количество людей бизнеса и людей чиновничего, так сказать, толка хотят быть артистами, мечтают выступать, сниматься? Вы знаете, какое количество людей снимают клипы на свои деньги, где свои дни рождения пытаются как-то театрализовать, как-то... Вчера Рогозин выложил свои песни. Ну, понимаете, ну, а потому что скучно только этим заниматься, только накапливанием денег. Особенно, когда их уже достаточно. Ну, хочется... Это очень однобокое и вообще скучное занятие. А вот театр-то не скучно. Театр-то, в этом есть волшебство, магия. Только, может быть, не каждый это сразу в себе находит. Но вот одна из пьес Островского, может быть, самое гениальное, доходное место. Там один из главных чиновников, такой Юсов, он, когда никто не видит, когда он только среди своих, он танцевать любит. Вот этот промозглый бюрократ, чинуша и, так сказать, взяточник, он иногда, когда вот никто не видит. И подчиненные знают. Говорят, танцуйте сейчас. И он, говорит, только закрой дверь, чтобы никто не видел. Он любит танцевать. Вот это вот гениальное какое-то наблюдение Островского. За последние лет там 5-10 среди зрителей Сатирикона вы много... Ну, знаете ли вы о том, что было чиновники, бизнесмены? Много ли среди ваших зрителей их вот этого высшего заведания? Приходят в театр? Ну, приходят. Мы же сейчас опять... Ну, мы же такие вот бездомные. Мы от этого не очень... И престиж прихода к нам со времени, когда мы выехали из своего здания, очень упал. Понимаете? Потому что, ну, прийти в планету... Ну, конечно, приходят. Но, ей-богу, я мало этим интересуюсь. Я вообще мало интересуюсь персонифицированно, кто у нас в зале. Меня очень интересует атмосфера вообще публики. Вот как они дышат все вместе, вот как они затихают, как они там смеются, как они аплодируют, как они встают в конце. Вот это мне интересно. Что с ними вместе со всеми происходит? А индивидуально мне вообще кажется, что это пошловато вообще интересоваться. Вот когда зрителей как-то ставят у каких-то счетов и говорят, вот у нас там тот-то... Ну, такая, как презентация, как на премьерах в кино бывает. У баннеров фотографии. Ну, да, такие, да. Мне кажется, что это применительно к театру. Мне кажется, что это пошловато. То есть прям пошло. Вот мне это не нравится. Может, я старомодный, меня как-то по-другому учили, но мне кажется, что это к театру плохо... Ну, как сказать, для меня неприменимо. А вообще плохо уживается с театра. Мне это не нравится. А какой он ваш зритель? Я что имею в виду? Ни в коем случае там ни возраст, ни пол. Но что общего есть у ваших зрителей? Не знаю, наличие высшего образования, например? Нет, нет. Образование тут не совсем при чем. Это, так сказать, нельзя сказать, что вообще ни при чем. Нет, ну, конечно, хочется иметь дело с людьми все-таки что-то знающими, хоть как-то образованными. Все-таки образование делает свое дело. Все-таки театр сложное искусство. Ну, любое искусство сложное. А вы мне простое искусство назовите какое-нибудь. Ну, для того, чтобы... Для того, чтобы получить впечатление от картины, можно и не знать много. Не перестаньте. Это очень сложное искусство. Чтобы... Даже от музыки можно получить впечатление. Ну, как? Не очень ее понимает. Нет, ну, опять, смотри, какая музыка. Ну, как? Ну, если это, так сказать, музыка, так сказать, массовая такая, знаете, есть там музыка для ног какая-то. Тоже бывает, гениальная музыка тоже. Просто есть разные струны, на которые разные виды музыки воздействуют. Есть глубинные струны, тонкие, есть более грубые струны. И для каждого... Для каждой струны есть своя музыка. И бывает гениальная музыка для ног, например. Можно... Там все... Ну, это нету простых видов искусства. Ну, можно не знать, что такое сонатная форма, но апассионата Бетховена тебя вставят любого. Ну, ладно, ну, перестаньте. Ну, перестаньте. Ничего не вставят. Кого-то вставят, кого-то не вставят. Перестаньте. Нисколько это не проще, чем театр. А я вам там, я не знаю, покажу какой-нибудь спектакль, который там и дети поймут, и люди, никогда не бывшие в театре, придут, и это их пронзит. Потому что это рассчитано, так сказать, ну, я не знаю, простодушное искусство. А бывает там... Сейчас же вообще вот еще проблема тоже, вот мне кажется, это художественная проблема. Абсолютно разнузданный, так сказать, режиссурой. Такой тоталитарный, я бы сказал, просто давящий все. Артистов, автора, такой... И этим занимаются очень талантливые люди. Режиссур не должен быть диктатором? Нет, диктатор – это другое. Это диктатор, я имею в виду, он должен быть диктатором. Я сейчас говорю режиссура, который... Он не должен быть диктатором по отношению к великому автору или вообще к автору. Я говорю режиссура, которая вот что хочу, то и дело. Вообще, так сказать, автор, когда это, ну, как бы, повод мне высказаться. Ну, когда эгоцентричная режиссура, этого очень много сейчас, густая режиссура. Когда мне, как зрителю, меня режиссер все время как бы дергает зал, говорит, как здорово я придумал, да? А я ему хочу сказать, да, отстань от меня, дай мне историю-то посмотреть. Я хочу просто забыть про тебя. А он мне все время говорит, не, а здорово я, а смотри, смотри, а ты думал так, а я вот так вот сделал. А все время он мне про себя напоминает. Это очень много сейчас. Такая режиссура, которая похожа на, как вам сказать, когда вот если бы меня заставили жрать бульонные кубики нерастворенные. Концентратно. Ну, конечно, густая очень режиссура. Воздуха, дай мне, господи, отстань от меня, дай мне про тебя забыть. Господин режиссер, отстань от меня, уйди нахрен, скройся, ты мне надоел, дай мне посмотреть живую историю, дай мне на артиста посмотреть. Сейчас очень много вот часто испытываю в театре, даже при очень талантливом спектакле, но мне все время режиссер все время передо мной выплясывает, все время меня дергает. Есть великая скромная режиссура, деликатная. Вот я посмотрел недавно спектакль, я вам сейчас скажу, вот как пример. Я посмотрел спектакль Горбачев, который поставил замечательный «Херманис», где играют два совершенно блистательных, огромных артиста, Евгений Миронов и Чулпан Хаматова. Вот, мне кажется, пример очень деликатный, мощнейший, но очень скромный, деликатный режиссуры. Режиссура, которая не нуждается в ежеминутном самоподтверждении, самовыявлении и так сказать. Потому что эта режиссура уверена в самой себе, она... Это настоящее мастерство, когда мастер это делает деликатно, умно, тонко, через артистов, через оформление, не напоминая каждую секунду о себе. Хотя он присутствует в каждой клеточке этого спектакля. Вот настоящая, мне кажется, режиссура. Вот то же самое я иногда вижу в Театре Вахтангова на спектаклях Римаса. Вот я вижу, конечно, это все пронизано им, но это сделано через актеров, через очень точное, тонкое оформление. В этом есть еще и деликатность, а не, так сказать, агрессия, и все время, так сказать, такое, как бы сказать, самовыдвижение такое все время. Вот эта проблема выпячивания режиссера из себя, она... Густая слишком режиссура все время, да. Она в чем? Она в этих самых людях или в том, что их так научили? Это поветрие такое, когда режиссер не просто вышел на передний план, а он еще собой вообще старается, ну, как бы не то, что старается, но так получает, что он собой загораживает все. Я вот вижу, например, в очень, как бы сказать, актерских пьесах, вот есть такие, ну, вот замечательные пьесы, они тем и замечательные, бывают там, великие пьесы, что они дают возможность актеру очень проявиться, потому что актер – это все-таки главное средство воздействия в театральном искусстве. Вот. Но вот эти актерские пьесы сейчас часто выглядят не актерскими. Это режиссерские спектакли. Например, я увидел очень талантливый спектакль «Серано де Бержерак» в «Александринке», который поставил Николай Рощин, очень, по-моему, талантливый режиссер. Но, как ни странно, и эту пьесу я вообще интересуюсь, и очень ее люблю, и когда-то в ней играл, и все такое. Вот. Ну, это одна из великих пьес, так сказать, и таких легендарных, и вообще, хорошо бы вообще любому театру в своей биографии творческой прикоснуться когда-то, пройти через эту пьесу, через «Серано де Бержерак». Это такая, это из великих и очень-очень актерских и успешных, могущих быть успешными пьесах, значит. Так вот, это спектакль, который, мне кажется, сделан в основном режиссерскими средствами. Там он не актерский, при том, что там играют очень хорошие артисты. И там вот, скажем, Иван Волков сейчас получил «Золотую маску». Вот как... И я понимаю, я за него... Он, конечно, замечательный артист, но вот пусть мне простит он, и пусть мне простит Николай Рощин, которому я похвалил, этот спектакль я действительно... Мне было очень интересно. Я приехал специально в город Санкт-Петербург посмотреть этот спектакль. Я еще приеду, посмотрю. Я вот до такой степени интересуюсь театром, как зритель. Я езжу в другие города, и не только в Питер, чтобы посмотреть просто хороший спектакль, или спектакль, про который я много слышу. Я приеду, еще посмотрю у него «Ворон» по Гоцци. Вот. Так я посмотрел этот спектакль, и он мне понравился. Хотя это совершенно для меня чужой спектакль. Но я могу чужой воспринимать. Вот как бы... И мне он понравился. Он здорово сделал. Но он сделал... Это режиссерский спектакль, потому что это очень актерская пьеса. И там есть сцены, которые прямо для актера – это подарок. Ну, прям. А этих сцен там нету. Просто. Там есть другие сцены, которых нет в пьесе. Это режиссерский. А играть так серано, как играет Иван Волков, вот, да простит он мне, потому что я вижу, что он замечательный артист, но так играть легко. А это труднейшая роль, если играть с использованием всех возможностей, который дает эту роль. А там... Это такой джаз на эту... Прохладный джаз на эту тему. Мы сейчас подходим к очень важной теме – к художественному руководству. Сейчас это достаточно актуально. Я к чему спрашиваю? Если бы этот спектакль ставили у вас в театре, вы бы как художественный руководитель... Нет. Нет. Никак бы не вмешался. Замечательно. Считал бы большой удачей, что такое спектакль идет. Потому что это хороший спектакль. Я не говорю, что он... Он... Я говорю просто о тенденции. Вот, так сказать, преобладание режиссурой, так сказать, во всем. И это бывает... Ну, говорю, когда это делает очень талантливый режиссер, ну, я не хочу этому противостоять. Я просто говорю о проблеме, с моей точки зрения, художественной проблеме. Это не надо с кулаками на это идти. Ну, я выражаю, ну, как бы сказать, беспокойство на эту тему. Это не то, что... Что вы делаете? Я не скандалю. Опомнитесь. Как бы там иногда, знаете, у начальства просят. Вот где граница трактовки? Вот скажите, до какой степени может режиссер вообще трактовать? До любой. До любой степени. Это дело режиссера. Это не должен решать президент страны, начальство, чиновники. Нет, вы зашли за границу уже возможного. Нет, нет, ну, это глупо. Понимаете? Но художественный руководитель разве не может как-то... Если ему кажется, что так не получается, не получился, он может... Это деликатный вопрос. Это вопрос вторжения в чужое... В чужую, так сказать, область. Понимаете? Я могу что-то... Мой голос все равно совещательный, я считаю. Деликатно совещательный. С извинениями. Вот не кажется ли тебе... Потому что когда я режиссера приглашаю, я приглашаю уже... Я уже... Я много думаю, пожениться ли нам. Понимаете? Я... Это же похоже на, так сказать, заключение каких-то брачных договоренностей. Это какое-то время, это судьбоносная фигура для театра. Если я приглашаю режиссера, я долго к нему присматриваюсь. Я хожу, езжу смотреть его спектакли. Я его изучаю, я продумываю. И я, предположим, отдаюсь ему как артист. Я самый послушный артист. Режиссер может быть гораздо младше меня. Но... И меньше по опыту. Но я подчиненный. И я очень послушный. Я глазом не поведу, если мне... Не позволит это режиссер. Я ничего не сделаю так, как он не велит. Российский театр. Это театр художественного руководителя? Я... Если... Да. Позвольте меня, если я не прав. Да. На Западе, по-моему, такого понятия... Ну, может быть, оно где-то существует, но не настолько важно. Для нас таганка – это любимов, сатирикон – это вы, современник – это была царство небесное Галина Волчева. Да, да, да. Сейчас идет, по крайней мере, об этом очень часто говорят, тенденция к тому, что художественные руководители не нужны. Нужен эффективный менеджер и главный режиссер. Ну, это тенденция неправильная. Это нет, нет. Эффективный менеджер. Он должен быть, конечно, обязательно, потому что, вот, понимаете, должен быть рядом с художественным руководителем, должен быть человек необходимый, который занимается кучей организационно-финансовых, так сказать, проблем. И, в частности, вот, например, такой проблемой, как, ну, как это называется, промоушен, как это называется, вот, ну, как бы распространение. Потому что, вот сейчас это распространение билетов, приобретение публики, так сказать, ну, как бы ее прикармливание, я не знаю, приучение к этому виду театра. Я раньше считал, что достаточно сарафанного радио, что если будет вот замечательный спектакль, это на него будут ходить. Просто потому что зрители, которые первыми, так сказать, на него попали, расскажут это. Нет, категорически этого недостаточно. Если не заниматься через социальные сети, через интернет, через, так сказать, кучу всяких дорог, нитей, связей, не заниматься прокачкой и информацией, и рекламой, и, понимаете, ничего. Самый гениальный будет спектакль, на него не будет ходить публика. В современном городе, в Москве, например. Вот будет публика приходить, орать в конце, вскакивать, аплодировать, но если рассчитывать только на нее, то есть вот она расскажет другим, нет. Нет. Театр нуждается обязательно вот в этом эффективном менеджере, понимаете, который будет вот налаживать какие-то связи с публикой. Худрук, а его культ личности должен быть? Культ личности Худрука в театре? Что такое культ личности? Я сразу про репрессии, про тюрьмы, про пытки. По тюрьму и пытке давайте говорить о том, что слово худрука это закон, что человек, что если ты приходишь в театр работать, ты должен ориентироваться на то, что тебе говорят. Ну вот как это, там вот диктатор, обязательно должна быть во всяком случае какая-то... Субординация? Не только. Окончательное его единоличное мнение, решение, более того, страх перед ним обязательно должен быть, потому что такое вот, говорю, блюдо как демократия в своих ингредиентах обязательно должно иметь страх. Это не должно быть главным, так сказать, главной приправой, но этот перчик должен быть. Без этого ничего не получится. На одной любви никогда ничего не получается в коллективном творчестве. Это же коллективное творчество. Только просто у этого диктатора цель искусство, а не бизнес. Понимаете? Вот это очень важно. Он и власть его не самоцельно, это инструмент, а не цель, власть. Для того, чтобы создать спектакль, мне нужно умело и результативно руководить этими людьми, чтобы они меня слушались, чтобы они мне подчинялись. Это средство, а не цель. В настоящем театре настоящие актеры-режиссеры служат. Кому? Искусству. Искусству они служат. Это служение, а не служба. Это служение, а не искусству служат. Мельпомене? Мельпомене или не знаю, как угодно можно. Мельпомене. Когда вы последний раз плакали в театре? Ой, я думаю, что вчера. Да. Вас легко заставить плакать? Да. Да, легко. Но у меня такая профессия. У меня такая профессия. Но ваша профессия, это, так сказать, по долгу службы, а... Не-не-не-не. Профессия, я же ей занимаюсь по зову природы. Я все-таки правильно, я считаю, выбрал себе профессию. Это не значит, что я уж так хорошо это делаю. Другое все, я делал бы еще хуже просто. Вот понимаете, это... И это вот... Вот это все, это лучшее, что я могу делать. Извините. А когда вы уходили с первого действия? Никогда. Никогда не ухожу. Никогда. Вы даете шанс прямо до конца, даже если понимаете... Ну, это высказывание... Да нет, мне это бывает мучительно. Более того, это бывает мучительно еще, когда ты смотришь свое, которое идет плохо. Это самое ужасное. Ну, ужас. Ужас. Лучше я пять раз сам сыграю, чем... Я посмотрю один спектакль мой, который я поставил, который идет не так, как надо. Господи, боже мой, это... Сдохнуть можно. Это хуже смерти. Когда это идет плохо, это ужасно. Но я бывает вижу, когда мне что-то очень не нравится. Но я достижу до конца этого высказывания. Всегда виноват режиссер. И если хорошо идет спектакль, молодец режиссер. Если плохо идет спектакль, не молодец, а дурак режиссер. Или я не знаю, какое слово сказать. Дурак – это не театральное слово. В театре кучерский язык, в общем, такой очень грубый. Потому что театр – это соединение производства с искусством. Это очень болезненное соединение. Там без мата... Не понимают. Невозможно. Это очень... Причем мат – это не оскорбительное дело, а это мышцы фраз. Это нервы, это... На выпуске... Просто невозможно выпустить спектакль, не матерясь. И даже мой папа, который никогда в быту, так сказать, я просто не слышал никогда, чтобы он что-то сквернословил. Я думаю, честно говоря, что и он в какой-то момент себе позволял. Хотя он в этом смысле был почти безукоризненный человек. А на сцене можно материться, если нужно? Если, ну, конечно. Взять там замечательное, не знаю, там Андрея Иванова, замечательного драматурга отечественного, одного из, мне кажется, лучших. Просто искусство, одна из его... Просто его главная функция – это отражение жизни. Запрещение мата – это борьба с зеркалами. Нече на зеркало пенять, коли рожек крива. Значит... Пигров кривизора. Ну да, ну... Ну, какая в жизни речь такая? Понятно, что она как-то фильтруется и превращается в художественные какие-то образы. Но уже это переедено давно. Обратно река не потечет. Не запихаешь. Вот эти вот все запреты четырех слов... Я когда-то сидел в общественной палате, как раз очень выставал против этого, и выступал по поводу мата. Говорил, что это глупо запрещать слова. И я говорил на минут, там, не знаю, десять, наверное. И там ведущий модератор этого дела сказал, что... Ну, просто было не остановить Ксен Аркадьевича, поэтому он выступал дольше. А так бы я его остановил. И я ему сказал, если бы вы мне дали возможность употребить эти четыре слова, я бы выступал ровно столько, сколько нужно. Потому что с помощью этих четырех слов, как раз запрещенных, я бы гораздо быстрее выразился. Не надо с этим воевать. Не надо ничего запрещать. Вот, понимаете? Вообще, когда говорят, вот, а можно, можно все вообще. Вот, понимаете, вот, искусство должно там, ну, вот это ничего оно не должно никому. Когда вы последний раз говорили вслух или про себя, не верю? Вчера Ижей говорил тоже. Потому что это мои студенты, они вот вчера играли, они местами играли очень хорошо, а и местами плохо. Что вас заставит закрыть театр? Господи, вот у меня задали напоследок. Если его существование, если условием его существования будет подлость, необходимость быть подлецом. А ваша жизнь без театра возможна? Моя без театра? Нет. Я придумаю себе что-нибудь театроподобное, театрообразное. Я устрою... Ну, нет, нет. Я все равно... Нет, это... Я когда-то... Я вообще человек здоровый, и даже до сих пор так, мне кажется, может, я заблуждаюсь, но я тогда хочу заблуждаться. Продолжать. Значит... Самообманного центра. Да, да, да. Но, значит, я когда-то заболел, как бывает нечасто, но с очень здоровыми людьми, они вдруг начинают... Вдруг они серьезно заболевают. И как-то какое-то количество лет назад я вдруг серьезно заболел. И врачи меня, значит, стали пытаться лечить. Я потом вылечился. Но когда они меня лечили, они мне, значит, предлагали, какой-то хороший врач мне сказал, понимаете, вам надо... Вот для того, чтобы вам выздороветь, вам надо полгода пожить на определенной высоте, над уровнем моря. Вам нужно в горы переселиться. Я говорю, я не могу, потому что я играющий тренер. Я регулярно играю на сцене. Говорит, ну тогда вы не будете здоровыми. И вдруг я понял очень простую вещь для себя, что здоровье мне отдельно от моей профессии совершенно не нужно. Просто... А зачем мне быть здоровым? Мне нужно быть здоровым для того, чтобы заниматься театром. Вот это да. А так просто отдельно, абстрактно. Например, когда абстракция? Мое здоровье. Это что такое вообще? Это что-то непонятное. Мне кажется, вы бы и в горах организовали театр. В горах, да. Среди горных козлов. Сегодня в гостях у программы «Час спик» был профессор, народный артист России, актер, режиссер и художественный руководитель театра «Сатирикон» Константин Аркадьевич Райкин. Спасибо. Подчинение, так сказать, всему и вся. Протест, который возникает против этого, он абсолютно естественен, да? А если мы сейчас с вами начнем что-нибудь выяснять и, не дай бог, еще отстаивать свое мнение... У меня возникла такая определенная ассоциация Чацкого и Алексея Навального. Вы говорите, там пустобрех, а он очень интересно мыслит. Каждый из нас должен делать то, что он считает нужным. Вау! Ну, куда развивается, да? Это воображение, все невероятно. Это «Час спик» в студии Никиты Рудаков и сегодня у меня в гостях народный артист РСФСР. Режиссер, театральный педагог, профессор и художественный руководитель российского академического молодежного театра Алексей Бородин. Здравствуйте, Алексей Владимирович. Добрый день. Давайте начнем с премьеры. Я могу вас поздравить. 4-го числа была премьера «Горе от ума». Казалось бы, вечная классика. Понятно, что она всегда будет актуальна, но все-таки почему именно «Горе от ума»? Насколько именно эта пьеса созвучна нашему нынешнему времени? Вы знаете, она поразительным образом не то, что даже только созвучна, она просто как бы такое зеркало, что ли, того, что происходит со всеми нами. Если Онегина называли, да, знаменитой энциклопедией русской жизни, то, говорят, «Горе от ума» – это энциклопедия московской жизни. Московской, да. Вот интересно, смотрите, московской жизни того времени, ну, казалось бы, нас отделяет так много. 200 лет. Да, ну, все-таки и поколение, и эпохи. А все равно она смотрится созвучной нам сейчас. Во многом благодаря самому герою Чацкому. Вот мне кажется, поправьте меня, если я не прав, но раньше, особенно в советское время, все-таки его несколько идеализировали. Он был рупором настоящих идей, а все это костное общество, все эти идиоты, которые хотели сжечь книги, они, значит, его не слушали, а вот он такой молодец. Но, как мы прекрасно помним, да, как писал Пушкин, что не надо метать бисер перед свиньями. Первый признак умного человека с первого взгляда знать того, с кем имеешь дело, не метать перед ним бисер перед свиньями. Вот я изменил свое отношение к Чацкому. Мне кажется, что он во многом пустобрех. Ну, он же прекрасно понимал, кто перед ним, но все равно душевные силы тратил. Не думаете, что это такая примета и нынешнего времени? Ну, да, наверное. Наверное. Ведь есть же люди, которые не могут вообще не думать и не могут не говорить. Понимаете? Вот вы говорите там пустобрех, а ведь точно так же можно сказать, что он очень интересно мыслит, потрясающе мыслит, а он не может их, не высказывать эти свои мысли. Он не может. Куда он обращен? Он может быть обращен сюда или туда, но он обращен ко времени. Мне кажется, его нельзя рассматривать только вообще всю эту историю. Нельзя рассматривать только как бытовую историю из жизни, что называется. Это же поэтическое произведение. Недаром оно написано в стихах. Недаром его пишет Грибоедов. И поэтому здесь, мне кажется, нельзя его рассматривать с точки зрения Пушкина. Который говорит, перед кем он. Да не перед кем. Он просто не может по-другому. Когда я готовился к интервью, у меня возникла такая определенная ассоциация Александра Андреевича Чацкого и Алексея Навального. Есть, как вы считаете, что-то общее между этими людьми? Почему я спрашиваю? Чацкий и ему подобные герои нашего времени сегодняшний. Потому что Алексей Навальный абсолютно точно сегодня стал героем нашего времени. Но мне кажется, что уж больно похожи их истории. Как вы считаете? Вы знаете, они похожи и не совсем. Потому что Чацкий в этом смысле ну что ли в более наивной какой-то ситуации находится. Потому что он не знает, как двигалось все. Понимаете, если говорить, я в политику я вообще, как бы сказать, не лезу. Потому что я не имею свои, естественно, убеждения. И так дальше. Но я не лезу в анализ, потому что это не мое дело. Но это другое дело, когда человек все знает и выходит на какие-то там конфликты или на какие-то там действия. Понимаете? А другое дело, когда человек не знает. Какая-то такая, ну, ассоциация, про которую вы говорите, она, естественно, каким-то образом напрашивается. Но мы, честно говоря, старались от этого уходить. Хотя у нас артист Максим Керин, он такого же типа, так сказать, ну, и внешне, и, так сказать, и по темпераменту, так сказать, по всему. Но отходить. Потому что, мне кажется, такое буквальное, как бы, ну, что а, вот это, вот этот, а это, вот теперь, вот этот. И вот, мне кажется, мы себя как-то ограничиваем. И тогда вот это, это невероятный темперамент Грибоедова, невероятная его сила, творческая, поэтическая, начинает куда-то ступать. Мы будем тогда заниматься только тем, а, это вот похоже на это, а это вот похоже на то. Понимаете, ведь интересно в том, что повторяется, повторяется, циклично? Циклично, конечно. Все, значит, давайте мы вот, давайте все тут, давайте освободимся от всего, да, да, да. А потом, значит, как бы создадим все. Все это не так просто, понимаете, мне кажется, что вот противоречие, которое существует, и которое Грибоедов там, мне кажется, очень, очень интересно, и очень так четко как-то понимает вот это противоречие. Он его понимает, чувствует его эмоционально, интеллектуально, как угодно. Понимаете ли, поэтому, поэтому вот этой, такой прямой, прямой ассоциации нет, хотя мы все живем сегодняшним днем, сегодняшним нервом, если бы мы не жили этим нервом сегодняшним, кто бы мы были, мы, ну, как все-таки люди творческие, мы должны, должны как-то чувствовать время, что-то нас устраивает, что-то нас не устраивает, что-то соглашаться, чем-то нет, этого подчинения, так сказать, всему и вся, этот протест, который возникает против этого, он абсолютно естественен, да, для человека, который, который личность, который считает себя свободным, и так дальше, и так дальше, это вообще тема, тема, как ощущать несвободных обстоятельств к себе свободным, вот это, вот эта тема, вообще, мне кажется, такая, она вообще самая главная. Да, это еще со времен Кальдерона, да, безусловно, мы сейчас к ней обязательно вернемся, но вот я еще о чем подумал, помню, глупо спрашивать, помните, вы чем заканчивается, конечно, помните, вон из Москвы, сюда я больше не ездок, но это же тема последних, наверное, лет пяти-семи у всей молодежи нашей, вон из Москвы, вот точнее, я бы сказал, вон из России, сюда я больше не ездок, я такой умный, я лучше пригожусь на Западе, бегство, Чацкий бежит, поджав хвост, не поджав хвост, это уже другой вопрос, но он бежит. Я думаю, что вы говорите, где он будет искать оскорбленному чувству уголок, ну, еще где-нибудь поищет, он оттуда приехал, понимаете, сюда в надежде, что здесь, ему же здесь бы хотелось как-то что-то, наверное, что он сюда вернулся, что-то его оттянуло сюда, Чацкого, если говорить, понимаете, а здесь... Хотел изменить что-то, а здесь... А? Изменить хотел? Да, хотел и надеялся, что все будет, что все будет так, как он думает, по его, понимаете, а нет, понимаете, а нет, вот и все, вот в этом, в этом и парадоксы все, понимаете ли, наши, как жить и как быть, понимаете ли, где найти этот уголок, понимаете ли, найдется ли он у кого-то или не найдется. Это такие вопросы, такие сложные и такие, как сказать вам, больные, я бы сказал, потому что человек может рассчитывать, что, ну вот когда, и вот тогда, значит, все будет... это иногда бывает, иногда не бывает, понимаете ли, всякое разное. Где же лучше? Где лучше, где нас нет, да, вот там, там это все оттуда же, кстати. Конечно, оттуда же. И, кстати, он это говорит, это Чацкий, у Юрия Петровича любимого, когда он ставил «Горе от ума», он назвал, я только не знаю, по-моему, это и у самого Грибоедова было тройное название «Горе от ума», «Горе ума», «Горе уму». «Горе уму», да, было у Грибоедова. Вот скажите, а у нас сейчас «Горе от ума» или «Горе уму»? В стране, у нас, в обществе, в жизни, в нашей, не в театре? Ну, ну, уму трудно сейчас, очень. От ума, ну, какое же горе от ума сейчас? Горе как раз, горе как раз, когда этот ум, что называется, дремлет или отсутствует. Так что горе, горе ему, умует. Вот это самое главное, то, что, на мой взгляд, отличает значение этой пьесы. Вот тогда, 200 лет назад, было «Горе от ума», а сейчас «Горе ума». Ну, вот, да, вот Любимов Юрий Петрович, видите, так назвал свой спектакль. «Бегство в классику» в советское время. Ставить современные, тогда актуальные пьесы было либо, ну, сложно в силу их невысокой художественности, будем так говорить, да, либо сложно, потому что они были слишком хорошие. И была такая тенденция к бегству в классику. Классику-то ставить можно было, но ведь и ее снимали. Я вот посмотрел у Марка Захарова, я только не помню, в каком театре было доходное место. В «Сатире». В «Сатире», точно. В «Сатире» тысячелленком. Я видел этот спектакль. Три показа его было, потом его сняли. Да, я был на этом спектакле и видел, это был, мне кажется, один из трех его самых лучших спектаклей. Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, за что, тем более, если вы увидели, за что его сняли тогда и за что сейчас могли бы снять спектакль? Вы знаете, тогда его сняли за то, что это было очень наболевшее и очень прямо сказанное в зрительный зал слово. Понимаете ли? И вся форма спектакля, и вот эта наболевая его точка, сильная, которую он, так сказать, позволил себе с шикарными артистами вместе, как бы сказать, высказать то, что он думает. На самом деле, естественно, кому это понравится, понимаете, когда будут эти наши прекрасные начальники, того времени или сего времени, вот, что мы им это, значит, говорили, то, что человек думает, вот, личность думает о том, что в классике находит то, что его сегодня терзает, понимаете, или вот все. Вот он это, просто я помню, это потрясающее впечатление того, что здесь говорят про что-то, что, ну, то, что нас всех, всех нас царапает, понимаете, со страшной силой, мягко говоря. Вот, поэтому сейчас другое у нас, у нас как бы нет, пожалуйста, типа, делайте, что хотите, и, собственно говоря, сейчас, просто, мне кажется, зависит от, очень много зависит от театра самого, от его какой-то такой, ну, что ли, позиции. очень многое зависит от зрителей, которые наполняют этот театр. Я, например, всегда вот как-то мечтал, чтобы в нашем театре был, что называется, свой зритель, понимаете ли. Ведь в театр вообще ходит очень малый процент населения, что называется, да, и одно дело, один человек идет там на что-то такое более развлекательное, такое, знаете, какое-нибудь, да, другой там еще на что-то идет. Мне хотелось, чтобы приходили сюда люди, они бы знали, почему они сюда пришли, в это, в это наш, в наш дом, в наше здание, в наш театр. И поэтому, мне кажется, это зависит от нас, потому что сегодня можно приспособиться тоже к очень многому. Можно приспособиться, во-первых, к такой широкой публике, что называется, к которой все надоело, все хотят просто развлечься, так сказать, все, и тоже можно понять людей. Вот. Или те, которые, так сказать, ну, не стоит, ну, зачем там это. Мне кажется, что театр обязан быть свободным местом. Это свободное место по, по истокам театра. По истокам театра. Это место свободного, свободных людей, которые другим свободным людям что-то, значит, такое говорят, понимаете ли? И как-то с ними взаимодействуют. Как-то, это очень важно, ведь самое главное в театре, с моей точки зрения, я знаю, бывают другие точки зрения, что можно, ну, театр закрытый, внутри себя, он там делает свое дело, и вы как хотите, или все-таки расчет есть на то, что, может быть, себя кто-то поймет. Понимаете, вот тебя что-то такое, там, тревожит, тебя что-то такое, не, не, ты о чем-то думаешь, или тебя что-то не устраивает, или, или, наоборот, тебя что-то дико радует, и ты можешь поделиться с кем-то. Тут должна быть честность, мне кажется, вот людей, которые делают дело. Надо прислушиваться более всего к самому себе, мне кажется, вот когда говорят, да, для кого мы делали эти спектакли. Я думаю, в данном случае эгоистически, только, только то, что я думаю, мои друзья, те, кто делают театр наш, понимаете, или все мои соратники, понимаете, потому что иначе, если я буду думать о том, как, вот как приспособить, как понравиться, чтобы там и публика была бы довольна, и там начальники бы пришли, тоже бы так сказать, сказали, молодцы, молодцы, дали за это бы какие-нибудь назвали, или там какой-то фестиваль, чтобы обязательно тебя отметил, или еще что-то, все, мне кажется, на этом, на этом что-то заканчивается, заканчивается честность и искренность. Мне кажется, что это две вещи, которые, ну, для театра абсолютно необходимы. Это мы, мы обязаны быть тем, кто мы есть, понимаете, не тем, кем мы хотим казаться, или приспосабливаться к чему-либо. Считаете ли вы театр объектом просвещения? Да, да. Вопрос мой вот какой. Я вот буквально недавно сделал интервью с замечательным ученым, он изготовил, создал петицию, сейчас, по-моему, сегодня, кстати, не второе чтение, проводили закона о регулировании просветительской деятельности. Если его примут, то теперь, значит, лекции просветительского характера нужно будет учить, как это, лид-отдел, или что-то вот в этом роде нужно будет. Вот, соответственно, вопрос мой, если театр, это тоже объект просвещения, если, не дай бог, этот закон касался бы, или будет новый закон, который может коснуться и театра, да, и вот такие вот дяди из обкома будут сидеть и обсуждать вот эту всю историю. Как вы считаете, во-первых, возможно ли это, а во-вторых, в этот момент кончится театр, или он и это переживет? Вы знаете, я вам что скажу, что мне кажется, что он, ну, во-первых, он и это переживет, он и никто переживал, понимаете ли, все-таки как-то сохранялся. Я просвещение совсем в другом смысле имею в виду. Конечно, да никак не связано ни с какими законами, ни с какими, так сказать, я говорю, просвещение, это потому, что я, я могу делиться своими знаниями, своим опытом, предположим, да, с какой-то молодой публикой. Это здорово, в надежде, что они меня услышат. Я ими очень интересуюсь, они мне страшно интересны, и, возможно, вот возникает этот контакт. Это, ну, я, ну, знаете, я не знаю, сколько я имею право это говорить, мне кажется, как глупость какая-то. Какие законы по просвещению? Что это? Это просвещение, оно и есть просвещение. Какие могут быть законы? Такие. Теперь, если в лекции, не дай бог, кто-нибудь скажет, что Гитлер и Сталин там как-то равны, или что-нибудь такое, вот, что может оскорбить наш новый закон о том, что нельзя трогать историю, да, то теперь закроют человека за то, что он это говорит, даже если это не имеет никакого отношения к теме его лекции. будем рассчитывать на то, что такой закон не примут. Я очень надеюсь. Я говорю, я говорю это, конечно, с некоторой иронией, потому что могут принять, и тогда это все становится, ну, это все возвращается, все снова, понимаете ли, вот это, я, ну, по натуре я такой, ну, оптимист, что ли, поэтому я довольно пессимистически при этом настроенный, вот, оптимист. Верите в лучшее, наденитесь там лучшее. Да, 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 вот, то я все-таки, все-таки думаю, что может быть, как-то пройдет время, это куда-то опять, все, мы начали с этого, да, все, все идет по спирали, понимаете, обязательно, конечно, найдутся люди, которые скажут, что Сталин, значит, был хорошим, и он был лучше, чем там Гитлер, я знаю, что, понимаете, это все такие темы очень-очень такие серьезные, очень важные, и то, что это сейчас начинает откуда-то, откуда-то вылезать, откуда-то уже можно догадаться, откуда, но, во всяком случае, это, конечно, это, конечно, неправильно, неправильно. Знаете, у меня ассоциация, такая вот знаменитое выражение, этого доктора немецкого, да, сначала они пришли за лютеранами, за коммунистами, за евреями, и так далее, и так далее, вот сейчас они пришли за учеными, а дальше люди искусства, по-моему, прям следующая история. Вот скажите, пожалуйста, кто-нибудь из ваших подопечных, кто-нибудь из ваших сотрудников театра, приходил на митинги, вот эти 23 и 31 января, вы знаете? Ну, во всяком случае, да, да, есть такие, есть такие люди. А вам не приходило сверху? Сейчас об этом говорят постоянно, в вузах отчисляют, преподавателей, студентов за то, что они ходили, в каких-то там учреждениях, вам не приходили подобные? Мне не приходили, но если ко мне бы пришли, я бы сказал, что человек имеет право делать то, что он считает нужным. И все. Вы бы не считали. Я говорил это всегда моим студентам, я это говорю всем моим сотрудникам. Каждый из нас должен делать то, что он считает нужным. Понимаете ли, и все. Ваши слова мне очень понравились. Иногда у человека возникает некая одержимость, сродни, как мне кажется, некой тупости, когда ради своих желаний он может совершать страшные дела, перешагнуть через кого-то, кого-то унизить, тем самым унизить себя. Мне кажется, эти слова – это гимн нашему современному правительству. Я не прав? Знаете, я не знаю. Я не знаю правительство, не правительство. Я знаю, есть... Вы знаете, я тут встретился с нашим новым министром культуры. С Ольгой Любимой. С Ольгой Любимой. Вот она в правительстве. Но я встретился с человеком. Это сто процентов. Я просто уверен, что я... Я уверен. Я просто... Это было в течение там какого-то, может быть, не слишком большого времени, но я абсолютно понимаю уровень ее культуры, прежде всего. А прежде всего, мне кажется, уровень личности... Я... Понимаете, я всегда сужу вот по людям, ну, как друг на друга люди смотрят. Всегда. Или стекло. Такие бывают люди. Знаете, контакт, а тут стекло. Он с тобой констатистик, газаны, да? Это и вот стеклянные глаза. Понимаете ли? Все. Тут я вижу живые глаза. Живые глаза, значит, возможен какой-то диалог. Вот мне кажется, когда, если возможен диалог, то, значит, те люди, с кем надо, с кем можно работать, и с кем можно разговаривать, и кого можно в чем-то убеждать, или так дальше. Но когда вот это, знаете, вот только так, и никакого этого, все, я просто, ну, это все, это все останавливается, и происходит самое страшное, происходит стагнация, понимаете ли? То есть, когда все останавливается, понимаете ли, и никуда не движется. Жизнь же, она вот как. Вот мы с вами разговариваем, вот она жизнь идет, понимаете? А если мы сейчас с вами начнем что-нибудь выяснять, и не дай бог еще отстаивать свое мнение, понимаете, иногда я смотрю, вот телевизор я иногда смотрю, то есть я редко, но когда прихожу, переключаю там программу, вдруг я вижу, орут люди, кричат, что они кричат, зачем, главное, не кричат, это понять нельзя. Понимаете, перебивая друг друга, никого не слушая, ничего другого мнения не может быть. Знаете, сейчас мне кажется, какое было бы спасение, если бы вновь возникли дискуссии, понимаете ли, в античном понимании, да? Форум. Да, Сократ, там еще, Платон, там, не знаю, мы с вами разговариваем, у нас могут быть разные точки зрения, но я вас слышу, вы меня слышите. То есть у нас нет цели такой, что мы сейчас должны, сейчас, минуту отстоять, ничего не получится. Человек мне, мне, папа мой говорил, когда я был еще маленьким, он мне говорил, ты понимаешь, ты будешь жить в человеческом общежитии, это же разные люди, это разные люди, тебе придется как-то услышать кого-то и так дальше. Понимаете, вот перестают слышать друг друга, перестают дискуссировать о том, о сём. Я за это, я за это. это не значит, что я предлагаю, чтобы люди меняли свои какие-то убеждения, да, каждый, просто надо понимать, что только, только в дискуссии, только в обмене мнениями между людьми может происходить какое-то, какое-то дело. Я вот, мы репетируем, например, да, собираемся все вместе, значит, разбирать пьесу или что-нибудь, сцену какую-нибудь. Я говорю, вот у меня такое, вот я предлагаю такое решение этой сцены, я обязательно скажу, что, а теперь, ребята, давайте меня, уничтожьте меня, прокиньте меня, понимаете, мне это интересно, и тогда, и им становится интереснее, понимаете ли, и тогда возникает вот это обоюдное наше, так сказать, ну, творчество. А что такое жизнь? Она же, она или творчество, или не творчество, или она, или она, или она все теряет. Весь, весь интерес, весь, весь интерес жизни, мне кажется, как раз в таких вот отношениях между людьми, когда они готовы, готовы к, к обмену, к диалогу. Вы часто говорите о отсутствии идеологии в нашем обществе, но я вот о чем хочу спросить, на вопрос, почему люди ходят в театр, вы сказали, прекрасно, потому что в театре они могут ощутить себя вместе с кем-то, или с тем, кто на сцене, или с теми, кто в зале, в театре человек ощущает, что он не одинок. Это великолепные слова, но вопрос у меня такой, а можете себе представить театр на одного зрителя? Наверняка понимаете, почему я спрашиваю, это потому что в нашумевшем фильме Алексея Навального, где был показан предполагаемый дворец нашего президента, есть театр буквально на одного человека. Скажите, может быть театр на одного человека? Ну, раз построили, значит, ну, может просто. А театр ли это? От того, что это название? Потому что вы же, вот ваши прекрасные слова, от того, что ты чувствуешь себя с кем-то вместе, как же это может быть одному? Ну, конечно, это все как бы на уровне какого-то, какого-то бреда, честно говоря. Ведь все дело в том, ну, может быть, мы с этим одним человеком готовы поговорить. Сейчас, между прочим, в связи с этой пандемией, значит, был же период, когда мы вообще не могли ничего играть, а потом нам разрешили 25% наполнять зала. И для зала там в 750 мест, конечно, это очень, очень какая-то, ну, какая-то убогая какая-то ситуация. Но, но, надо сказать, что он, сейчас, слава богу, 50 уже можно, будем надеяться дальше. Но вы знаете, какая странная история? Вот 25% было, а, ну, во-первых, мы не давали себе спуску, и на полной катушке все, что называется, работали ребята, артисты на сцене. Ну, какой отклик мы еще получали, понимаете ли? Было полное впечатление, что, то есть, зрители так были распахнуты, потому что все же истосковались по живому контакту, а театр это живой контакт, понимаете ли? Поэтому я просто помню эти моменты при всех, ну, при всем трудности, так, посмотришь, трудно, но вот эти 25 объединялись, понимаете, эти 25%, они объединялись вместе с артистами, вместе, вот, и происходил вот этот контакт, потому что, ну, собственно говоря, как ясно, что театр живой, он происходит ради этого контакта. и контакт был очень-очень такой крепкий и хороший, несмотря на вот эти ограничения. Когда, как вы говорите, что театр рассчитан на то, что кто-то один придет и что-то посмотрит со стороны, ну, так можно прийти и в полный зал, и так же сидеть, смотреть. Для этого же жизнь существует, для того, чтобы я сидел один, повторяю, я сижу один, там, не знаю, на концерте каком-нибудь, там, не знаю, симфоническом, я один, но там сидит оркестр, а тут сидит зал, и мы, ааа, какая возникает аура, какая возникает атмосфера, никакой, никакой телевизор, никакого, ничего никогда, это не получится, зачем людям ходить, шикарные записи сейчас есть, да, сиди себе дома, да слушай, на теплом, да, почему люди, люди там добывают билеты, чтобы попасть на эти концерты, музыки какой-то замечательной, или еще что-то такое, поэтому мне кажется, что введение, введение, в попытке принять, принять противоречие жизни, мне кажется, что противоречия всегда будут, были, есть, будут, просто надо принять, что есть другое, другое мнение, другое суждение по поводу чего-то, тогда, может быть, в итоге будет, и ты это принимаешь, что это есть, но когда тоже и партнер тоже это поймет, вот тогда, когда мы вместе это будем понимать, мне кажется, это будет страшно интересно, многообразно, разнообразно, и жизнь тогда пойдет совсем, совсем какая-то другая, понимаете ли, чем она идет, когда она, так сказать, за, так сказать, вот такая линейная, что называется, я воспринимаю, как и театр, кстати, я воспринимаю, и жизнь, все-таки как броновское движение, понимаете ли, оно не может быть линейным, ну не может быть, ну куда ты денешь это все, вот это движение, но это же, ну это же очень, мне кажется, шикарно и интересно, когда оно именно такое, и когда вот это движение вдруг начинает, так, все, оно становится, или оно тупеет, оно, оно становится бессмысленным, жестоким, так сказать, подавляющим один другого, а что может быть хуже этого подавления, одного человека другим человеком, это, оно кончается всегда одинаково, да, пружина, да, пружина просто, как это называется, с какой-то момент она не сможет больше, да, сжиматься, вот вы, мы уже, вы уже коснулись темы отсутствия диалога, вы не раз в интервью ее касаетесь, вот скажите, самое, это отсутствие между, диалоги между кем и кем, между людьми в общем, между классами, может, я не знаю, там по Марксу, между богатыми и бедными, между чиновниками и простыми людьми, между нами с вами, ведь есть диалог, да, а между кем и кем его нет, серьезно, интересный вопрос, кто кого не слышит, ну, мне кажется, что вообще не слышит, чаще всего, вообще не слышит, хоть богатые, хоть бедные, хоть, хоть, только себя слышит, да, да, тут, мне кажется, весь вопрос, пока мы как-то не поймем, что культура, культура, как понятие культура в широком смысле, просвещение, как в широком смысле, пока мы не поймем, потому что это основа всего, это основа, 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 основа развития, основа движения, основа преобразования жизни, понимаете, в ту, которую мы, ну, до тех пор это все и будет, как, и будет так, вот мы и будем, никто, никто никого не слышит, понимаете, вот я не знаю, там, бессмысленно, например, говорить с человеком о, ну, на каком-то языке, если он этот язык не знает, ну, бессмысленно говорить, если я буду говорить с вами, скажем, там, по-немецки, а вы немецки не знаете, или вы со мной по-японски, а я японский не знаю, это же смысла никакого нет, вот это вот, это все вопрос, мне кажется, какого-то культура, образования. Простите, но если вы попадете на спектакль театра Кабуки, или окажетесь в Берраге, в Берлинском театре, даже несмотря на то, что вы не знаете языка, скорее всего, вас может быть. Да, так и было. Вот эта культура, вот этот базис, который заставляет нас понимать, даже по-японски, по-китайски. Да, и когда в Кабуке я был, и когда в Германии смотрел спектакли, часто не понимая языка, кстати, часто не понимая, там, тем более уж, когда совсем другая культура, которая, но она культура, а я все-таки более-менее культурный человек, я могу, я могу что-то считать, я могу, какие-то у меня ассоциации могут возникать, у меня какой-то интерес может возникать к чему-то незнакомому, незнаемому, как какому-то другому такому. Это такие, знаете ли, знаете, это в свое время, когда сто лет назад, и маленьким еще был, значит, мальчиком, вдруг на меня произвело невероятное впечатление, что существует, значит, макрокосмос, это я понимаю, а когда вдруг, что оказывается, есть микрокосмос, то есть, частица, она бесконечная, вааа, ну, куда развивается, да, воображение, все невероятно, просто невероятно, и там, и там тоже бесконечно, и тут бесконечно, и ты где-то, где-то тут, посередине, где-то, понимаете, или ты вроде как, что-то такое, значит, тут дышишь, и чего-то хочешь. В какой момент эту культурную основу у нас выбили из-под ног? Вы же, вот вы сейчас сами сказали, и театр Кабуки вы понимаете, и это вы понимаете, а почему те, кто сейчас, не понимают? Ну, вы знаете, мне кажется, что просто, тут все, когда, ну, когда выбили, ну, вы знаете, я вам скажу, в 13-м году, меня это тоже поразило, в свое время давно было, в 13-м году ремесленное училище, которое находилось на Трубной площади в Москве, ремесленное, они готовили рабочих, рабочих, высокого класса, но рабочих, и ничего более. Когда, значит, там входило в их программу, там, их учеба, входило посещение раз в месяц Большого театра, раз в месяц Малого театра, входило, их водили туда, вот в 1913-м году, понимаете ли? В 1913-м году, в 1900-м, в 1900-м, конечно, я говорю, я почему-то подумал, в 2013-м уже там премесленное училище. Уже никуда, никуда никуда, никуда не водил, во-первых, а во-вторых, ремень, вот, то есть, я вот когда еще после института я поехал в Киров работать, и там работал 6,5 лет до того, как стал работать здесь. Там, ой, как это было интересно, потому что там у меня была какая-то еще цель, помимо, так сказать, творческого, так сказать, собственное дело. Мне еще очень хотелось как-то город познать и его как-то так привлечь, чтобы я не подгибался под тем, что, мол, тут город все-таки какой-то не какой-то столичный, мне хотелось так подтянуть. Я, значит, мы организовали, колоссальную работу вели со зрителями, что называется, и можете представить, что я там придумал клуб отцов. Можете представить, это собиралось, значит, там дети приходили с отцами своими, дети потом, им кто-нибудь занимался, а я с отцами, значит, общался. Отцы, это там доктора, там учителя, ну и рабочие завода, там токари, слесари, они были, конечно, в изумлении, когда я им говорил, что театр, вы можете своих детей как бы больше понять, если вы рядом сидите, да, а потом, может быть, что-нибудь там, да, вы одинаково вздохнете или одинаково это, а потом вы что-то ему объясните, или он вам что-то объяснит, кстати, надо думать, что вы сильно умнее своих детей, понимаете, но это, мне кажется, вот это просвещение, мне кажется, я правильно сделал тогда, понимаете, это было интересно, я видел по глазам людей, которые далеки совершенно от театра, боже мой, вот, но все, и там, например, я вот приехал, я там один из первых спектаклей поставил «Жизнь Галилея» Брехта, и вот, это город, и там сидят, значит, какие-то женщины там в флотке, такая женщина сидит, она смотрит, и потом говорит, а, вот, там, да, ну, это же, ему тоже, оказывается, как трудно было, вы знаете, ну, лучше ничего нельзя даже представить, понимаете, что вот такая реакция на сложную пьесу Брехта, но так уловить, в общем, самую суть, понимаете, что вот ее жизнь с ее трудностями, и вот, оказывается, этот Галилей бедный тоже, тоже ему было нелегко, и мне уже становится легче, да, потому что, оказывается, еще и будет, ну, и так далее. Да, и Галилею, с тем, что Галилею было плохо, как-то жить становится легче сегодня, очень важный вопрос, наверное, который через всю нашу беседу красной нитью такой проходит, и к которому нужно было прийти, это ваша фраза, жизнь такая противоречивая штука, но сохранить себя в ней можно, вот скажите, каков рецепт, как себя сохранить в этой противоречивой жизни, как вам удалось, и какие бы вы могли дать советы людям, которые хотят это сделать, надо просто, ну, не изменять себе, не прогибаться, не приспосабливаться, надо, ты есть, вот когда мы, ну, дети наши, да, и мы были детьми, да, как мы смотрели на мир, вот так вот, открыто, открыто, как бы ни было, понимаете, даже если я какой-нибудь хулиган, все равно я на жизнь смотрю, как-то так, вот сохранить это мое, мое личное какое-то качество, как советовать тут, я не знаю, я не знаю, мне кажется, что, что может быть, может быть, я, но я пытаюсь, я пытаюсь это сделать каждый день, практически, очень, вот ты, я иногда думаю, там вот ночью засыпаешь, да, ну, жизнь заканчивается, а утром надо встать, и надо, вот, мне кажется, иметь мужество, жить следующий день, жить так, как ты, как ты, как ты, как ты думаешь, как ты хочешь жить, жить, это требует мужества, вот, если вы говорите про то, чтобы, как сохранить себя, это трудная история, понимаете, она требует какой-то работы все время, работа над собой, знаете, в Станиславской книге «Работа актера над собой», а мы говорим сейчас «Работа человека над собой», понимаете, это все время, потому что все, ведь все, чаще всего что-то тебя или провоцирует на что-то, или еще как-то там иногда хочется как-то что-то, нет, нет, надо, надо, надо работать над собой и сохранять, вы знаете, наивно, наверное, я говорю, но сохранять честность, вот и все, вот честность, честность-искренность, мне кажется, вот у Михаила Чехова такой был великий артист, племянник Абдулбалча, вот у него, он говорит, значит, что самое главное в актерской профессии сказать, выйти на сцену и сказать «Я знаю, я знаю», вот он говорит «Все, вот если я знаю, я могу выйти на сцену», если я знаю, что я говорю, если я знаю, о чем я говорю, если я знаю, что такое, все, вот это, и он, у него тысячи этих упражнений на это, понимаете, тысячи каких-то этих, очень интересная методика, очень интересная, я вот с твоими студентами занимался, так сказать, этим, ну, он бы насколько, насколько мог, все, понимаете, вот это, а потом я однажды ставил спектакль, два спектакля я ставил в Рикявике, в Исландии, и там, значит, мы, значит, работали, и все, и один из артистов, таких старейших, и очень-очень хороший, он говорит, я вот два слова ваших я запомнил больше всего, что такое на сцене, значит быть, это искренне, я существо, и я знаю, и тогда эта искренность не глупая, она оснащенная, так сказать, знаниями того, что, потому что бывает искренность такая, вообще, я искренне вообще, нет-нет-нет, это основано на знании жизни того, кого я играю, или жизни самого себя, да, в которой мы живем, вот это все время, потом, знаете, еще что очень важно, мне кажется, чтобы сохранить себя, это самоирония, вот это, это наиважнейшее, вы знаете, я когда смотрю на людей самодостаточных, самодовольных, я, честно говоря, я, честно говоря, начинаю так скучать сильно, потому что, ну, это так глупо, это, кстати, не снимает серьезно, мы сейчас с вами разговариваем, да, ну, это серьезное дело, посмотрите, как тут вообще все красиво, и все здорово, и нам вдвоем как будто, я надеюсь, интересно. Ну, как будто, да нет, я надеюсь, что вам не как будто, не как будто, это я, знаете, так, вот, понимаете, и, и все, вот это, вот, вот и есть, вот, вот, когда мы говорим о том, как себя сохранить, понимаете, оставаться, оставаться вот тем, кто ты есть, не надо себя ничего корчить, не надо себя, не надо быть собой довольным, это проверено, на опыте, между прочим, опять я сам ироник, стоит мне подумать, в театре, например, бывает такой момент, что кажется, ничего, ну, неплохо, в конце концов, репетиции идут, и мои еще, тут режиссеры, молодые, и вон, какие известные, как Бутузов, как, там, Карбаус, если я не знаю, Киршур у нас, вообще какая труппа, все, вот в этот момент, когда я скажу, кажется, неплохо, обвалится потолок, это точно, это проверено просто, проверено опытом, это длинным, большим, понимаете, и поэтому, поэтому, мне кажется, здорово, что они есть, и прекрасно, что это все происходит, но это все работа наша, понимаете, это наша жизнь, это постоянное вкалывание, все время ты что-то делаешь, все время ты что-то, что-то, что-то делаешь, понимаете, там, мне нравится, когда мы внуки на горе, там, там, значит, я, так, день, вот как у тебя, ты что-то целыми днями, что-то делаешь, делай, и у меня тоже, у меня я должен и в школу, я должен и в этот, где он там качается, потом у него какой-то куда-то, он там подрабатывает, там, что-то это, тут, то, все, и вот мне нравится, что он говорит, вот тогда, ну, что делать, вот так, так, это жизнь, это жизнь наполнять себя, наполнять себя все время делом, хорошо бы, чтобы это дело было любимое, иногда оно нелюбимое, понимаете ли, в каждой нашей жизни есть что-то, что очень нам интересно, да, но есть какая-то рутинная, какая-то история, тоже надо как-то к ней постараться отнестись, как, как все-таки к тому, что, что необходимо делать, и то, что, то, что в конце концов, ну, приходится делать, вот, это у Диккенса, я обожаю эту фразу, в Думбе сына, она ему говорит все время, от сестра его, в Думбе, сделайте над собой усилия, понимаете, причем это Диккенса-то, вот он же умирает, этот Думбе несчастный, а она с ним слезу проливая, она говорит, он задыхается там, сделайте над собой усилия, вот эта фраза, я часто сам себе, сделаю с собой усилия, вообщем, человек вообще, вы пока говорили, я вспомнил, своему любимому английскому писателю, сколько вы про Диккенса говорили, Голл Сувороси, мне безумно нравится, когда это, Дарси, по-моему, говорил, ты предел, вот иногда, знаете, бывает, разговариваешь, я говорю, да это предел, да-да-да-да, это не умирает, да-да-да-да-да, ну и что же, заканчивая наше интервью, не могу, не задавайте такой философский вопрос, по-чеховски, давайте пофилософствуем, вы в одном из интервью упомянули фразу Бетховену, кажется, жизнь есть трагедия, ура, да, почему же ура-то, если трагедия, ну, поверим Бетховену, во-первых, он, между прочим, между прочим, сочинен, да, простите, у него трагичная жизнь, понятно, но мы с вами слышим, вот опять, когда мы говорим, а какая же она жизнь, если мы поймем, что она трагична, в сути своей, она трагична, мы живем с вами сегодня, а потом, потом живем, понимаете, вот все, но когда ты это принимаешь, когда ты понимаешь это, тогда ты начинаешь жить, почему-то я говорю часто, вот принимаешь противоречия, и значит, ты живешь, не принимаешь, значит, ты будешь грызть себя, ты будешь что-то, я не знаю там что, ты принимаешь то, что жизнь, это, ясно, что это не так просто, ясно, что это сказал человек, ну, такого масштаба, как Бетховен, понимаете, но он сказал это, и сочинял при этом свои грандиозные, грандиозные симфонии, вещи, которые он писал, поэтому, мне кажется, что вот это определение, такое мощное, мощное, оно опять, как бы, таит в себе, вот это вот то, что все время я говорю, противоречие, как бы, между тем, что ж тут ура-то, понимаете, я позвольте себе еще один вопрос, в конце, для того, чтобы красиво закольцевать нашу программу, про горе от ума, а кому надо было принять, Фамусову, или, Фамусову Чацкого, или Чацкому Фамусова? Вот в этом все дело, понимаете, в этом все дело, что надо было принять, да нет, нет, я, конечно, я на стороне Чацкого, но я вот лично, конечно, на стороне Чацкого, одновременно половина моей жизни происходит примерно, так сказать, в Фамусовском плане, то есть я должен приходить, я должен что-то организовывать, я должен кому-то что-то говорить, я должен, если я не буду это делать, понимаете, вот ежедневной такой работы, который объединяет, и который, так сказать, нет, этого нельзя делать, это я не согласен, это то, это сё, если я не ввожу в какие-то рамки, то это всё разлетится во все стороны, но одновременно я не могу жить просто в этих рамках, понимаете, вот противоречие. Да, противоречива наша судьба, но, как вы сказали, сохранить себя в ней можно. Да, можно, можно, можно и нужно, и нужно, да, и это требует силы. Дай бог, чтобы наши зрители после нашего интервью попробовали встать на путь, мужества и научиться себя сохранять. Спасибо вам большое, мне было безумно с вами приятно поговорить сегодня. Мне так же, спасибо. Это был час пика, сегодня у меня в гостях был народный артист РСФСР, режиссёр, театральный педагог, профессор и художественный руководитель российского академического молодёжного театра Алексей Бородин. Спасибо. В Декобритании в театрах сейчас разрешили заходить в театр и есть там чипсы, но спектакли там показывать не разрешили. Ютуб оказалась, знаете, такой достаточно тоже, достаточно тоталитарной системой с какой-то совершенно жуткой цензурой. Кибернуар, чёрная клоунада, это романтический некрореализм. В русской традиции так вот заведено, что пока человек не умрёт, руководство там театра или страны не меняется. А если вам скажут, что кто-нибудь спектакль, я соглашусь. Если Вторая мировая война не смогла разрушить театр, то уж коронавирус, то уж и подавно. Это час спик и сегодня у меня в гостях хореограф и режиссёр Максим Деденко. Здрасте, Максим. Здрасте. Давайте начнём с актуального. Значит, ты прочитал неделю назад и до сих пор всё театральное сообщество обсуждает громкую новость. Арт-дирекция международного фестиваля Школы современного искусства «Территория», в которую входили Кирилл Серебренников и Чулпан Хаматова, приняли решение уйти в полном составе, как сообщил на пресс-конференции в прошлую пятницу Евгений Миронов. Как вы, собственно говоря, оцениваете этот шаг и не останавливает ли он вас от участия в этом фестивале? Нет, не останавливает. Вы знаете, я сейчас достаточно много работаю в Германии и там есть такой, как сказать, закон или традиция, что каждые пять лет обновляется руководство каждого театра. И приходит новое руководство, оно набирает новую труппу, и это очень сильно обновляет театр, и люди, как бы, они не засиживаются на своих местах, а продолжают свое движение, свой путь, и таким образом, так сказать, вода творческая, она в этом месте не застаивается, а вот этот поток, он, как бы, всегда приносит новое, освежает это пространство. Понимаете, то, что этот фестиваль обновился, так мне кажется, это в каком-то смысле закономерно, это правильно, что, может быть, и Кирилл и Чулпан стало просто, ну, у них какие-то появились новые интересы, новые дела, и, как бы, когда что-то меняется, это неплохо, понимаете, это неплохо, это правильно, это хорошо, должно меняться. Значит, когда что-то меняется в лучшую сторону, это хорошо. Ну, а кто судья, лучшая сторона это или худшая, понимаете, это как бы в русской традиции так вот заведено, что пока человек, как бы не умрет, руководство, там, театра или страны не меняется, да. А мне кажется, что правильно, когда все-таки есть какой-то живой поток, да, и вещи, события, люди меняются. Они сами... Перемены это хорошо, понимаете, не надо этого бояться. Да, я прекрасно понимаю, просто мне кажется, что, знаете, когда пишут, что ушли, приняли решение уйти в полном составе, такое ощущение, что их там, что-то заставили. Вот эти люди хотели как лучше. Я не в курсе какой-то там внутренней истории, почему это произошло. Я тоже, для меня это тоже какая-то удивительная новость, я совершенно этого не ожидал, но не вижу в этом ничего такого негативного. Мне кажется, что, как я сказал, перемен не надо бояться. И если люди приняли такое решение по тем или иным причинам, то в этом нет ничего такого, знаете, катастрофического. Мне кажется, это нормально. В русском сознании вот сидит такая мысль, что вот если буду тобой управлять по-другому, это плохо. А мне кажется, что может быть, это и неплохо. Давайте вообще об этом фестивале поговорим. Какие у вас ожидания от него? Какой спектакль или не один будет показан там? Для чего вам вообще там участвовать? Слушайте, ну для меня то, что, как сказать, мой спектакль пригласили на этот фестиваль, это большая честь. Этот фестиваль существует достаточно давно и у него такая, ну какая-то всегда очень крутая программа. И быть частью этого фестиваля для меня просто очень приятно. Ну то есть, это как, это как, как сказать, как в каком-то смысле такой, ну как вот медальку какую-то получить, да, или что-то в этом духе. Я очень часто работал для того, ну там, я преподавал в рамках этого фестиваля, я делал какие-то проекты, и мои спектакли были частью этого фестиваля. ну это как бы, как сказать, наверное, в нем скорее больше просветительская миссия, да, чем какая-то конкурентная такая, и это не конкурс, это не золотая маска. И быть частью этого вот потока такого просветительского, культурного, мне кажется, это очень-очень важно и хорошо. Ну то есть, я как бы ничего специально от этого не ожидаю, поскольку просто мой спектакль пройдет в рамках этого фестиваля, и, наверное, придет какая-то, ну, дополнительно специальная публика, да, там придут студенты, которые участвуют в образовательной программе. потому что это круто, хорошо и прекрасно, я рад. Вообще, я так понимаю, часто, часто и гости вообще в принципе театральных фестивалей, список достаточно большой, маска у вас зла, а есть какой-то любимый фестиваль, вот где каждый раз хочется, и даже не само название, а просто за что, чем один театральный фестиваль отличается от другого, и почему один может быть прекрасным и самым любимым, а другие не такие крутые? У меня нет любимого театрального фестиваля. конечно, понятно, что золотая маска это как бы такое, типа, национальная премия золотой маска, это такое, как сказать, это... Сказал, лауреат золотая маска. Я не лауреат, я номинант, у меня нет золотой маски. Но одно время для меня было таким, как бы, как сказать, таким каким-то очень важным, я так хотел всю жизнь получить эту золотую маску, но как-то, как-то, в общем-то, в какой-то момент как-то, это желание прошло. Я не знаю, потому что, я понял, что на самом деле получить какую-либо премию не так важно, а важно просто иметь возможность работать и делать то, что хочется там, где интересно. никогда ни у кого ничего не просить, особенно у сильных мира сего. Сами придут, сами все дадут. Ну, вот, да, например, так. Леонардо Ди Каприо тоже сколько ждал Оскара. Просто ваша золотая маска вас еще ждет. Может быть, может, да, может, нет. Но любимого фестиваля у меня нет. Хорошо. Давайте о спектакле, который будет представлен на этом кинофестивале, на этом театральном фестивале меня интересует его жанр, потому что я прочитал, что вы любите придумывать новые жанры. Типа кибернуар, черная клоунада, романтический некрореализм. Да, было. Даже произносить прикольно. Скажите сначала про спектакль, расскажите про спектакль, который будет сейчас. Ну, это спектакль по первому роману Владимира Сорокина по названию «Нормы». Это такой роман, в общем, достаточно восхитительный, состоящий из восьми очень таких разных частей. Это роман, написанный в начале 80-х. И, в общем, я его прочитал года четыре назад, и меня потрясло, насколько этот роман, написанный, в общем-то, достаточно давно, актуален в наше время, насколько он отражает такую вот хтонность русского мира и русской души, русского сознания, русской государственности. И мне показалось, очень важным сделать это сегодня. И очень долго, очень долго мы шли к тому, чтобы это сделать. И удивительно вообще, что нам это удалось, потому что люди, как сказать, поскольку роман достаточно острый и такой резкий, политический, политический, эстетический, да. прежде всего, ну, в общем-то, матершинный достаточно, мало того. Ну, этим не удивишь. Да. Но он так крепко матершинный, вот. И в общем-то, люди всякие разные, к которым я обращался с тем, чтобы его превратить в театральное какое-то произведение, как-то с опаской к этому относились и, в общем, в итоге отказывались. И только вот Дмитрий Владимирович Брусникин согласился, чтобы мы это сделали. Вот. И собственно, даже после того, как он согласился и потом умер, к сожалению, в общем, это тоже был длинный путь, как бы, вот, собирание всех элементов. И в итоге Ксень Богомолов нас приютил в театре до Малой Бронной. Ему сделали такой совместный проект. И это, даже я не знаю, такой вот, жанр, он такой, как сказать, достаточно получился тоже неопределимый, да, потому что это сочетание, это как бы абсолютно музыкальный спектакль, музыку, которую написал Алексей Ретинский, такой очень крутой современный композитор, сделанный с драматическими артистами, в нем очень много движения, танца, и это, в общем, ну, даже не знаю, мне как-то стало лень уже придумывать жанр, просто называется спектакль Максима Диденко по роману Владимира Сорокина. Скажите, спектакль Максима Диденко, это теперь новый жанр? Нет, просто название этого спектакля, это не жанр. Давайте немножко все-таки о жанрах, очень мне понравились вот эти разнообразные, что такое романтический некрореализм? романтический некрореализм. Но это я делал в Лондоне спектакль с Алисой Хазановой и Лешей Розиным о судьбе такой киноартистки Валентины Караваевой, которая, в общем, в силу различных обстоятельств в конце своей жизни заперлась дома и бесконечно снимала себе на кинопленку, играя те роли, которые она так никогда не смогла сыграть. И потом ее обнаружили утонувшей, собственно, в ванной и вся квартира была затоплена, эти пленки были, в общем, все испорчены. И мы сделали такой спектакль о ее посмертном пути, когда человек помирает и пересматривает свою жизнь. А, мытарство душевное. Душевное мытарство, Вся такая ангела смерти и ангел смерти ее, так сказать, провожает к вратам чистилищам. Ну, и в этой... Ну, а не креализм, потому что это вот, ну, как бы связано... Мертвая, но при этом живая. Да, а романтически, потому что это связано с ее ролями в кино и с ее какими-то воспоминаниями. У Алисы Хазанова пришла ко мне с этой идеей и как-то вот мы стали ее исследовать. И, в общем, ну, на самом деле крайне занимательная история и, в общем, при этом крайне трагичная. Не страшно было брать подобную тему? Про мертвых вроде как лишь бы только хорошо? Ну, как сказать? Ну, слушайте, мы же каждый человек содержит в себе одновременно свое рождение, свою смерть, но как бы это как... Может, все тоже окажутся мертвыми. Мне кажется, в этом ничего страшного нет. Это просто такая истина, которая всегда рядом. А что страшно? Было вам что-нибудь страшно ставить, например? Ну, как-то нет. Я как-то так не мыслю вообще поставить какой-то громкий скандальный спектакль. Мне просто какие-то темы в мире, в жизни интересуют, и я за них берусь, потому что это, ну, как-то оказывается частью моего личного такого кармического пути. и потом, когда что-то страшно, меня один учитель научил, что когда тебе страшно, нужно смотреть своему страху в глаза. Как бы не убегать от него, а смотреть на него пристально. Понять, что же страшно-то на самом деле. Мужество надо иметь, страх в глаза посмотреть. Ну, а как по-другому? А вы можете на человека? Ну, где-то мужественно, где-то женственно, ведь каждый человек содержит в себе обе, так сказать, природа. Мне кажется, режиссер должен быть очень таким крепким, даже если он женщина, например. Мне кажется, каждый человек должен быть крепким, иначе-то как выжить в этом мире? Ну, не знаю, я не знаю, просто мне кажется, что актер, наоборот, человек более мягкий и податливый, из него нужно лепить, а режиссер, он сам, как сказал, так и будет. Ну, как сказать, ведь актеру нужно выходить на сцену, и на него смотрят там большое количество людей, это тоже требует большого мужества. Или женственности. Я не знаю, тут как бы, понимаете, природа так текуча, что мужественность и женственность это такие, ну, категории слишком однозначные. А вы когда играете, вы же не только ставите, вы разный, когда вы ставите, когда вы играете? Конечно, это просто разная роль, это знаете, как игра. Ну, вот, например, вот во дворе, когда играют дети в футбол, и кого-то выбирают судьей, например. Да. Это же игра. кто-то воротарь, кто-то судья, кто-то за одну команду, кто-то за другую. Но потом роли могут перемешиваться, как бы, и они, ну, это как сказать, это не меняет природу человека. Это просто разные условия игры. Ну, в игре просто есть разные позиции. Ну, в принципе, поменяй нас местами. Ну, да, я могу точно так же брать у вас интервью, и это же не изменит нашу природу, правда же? Нет, но изменит количество просмотров. Смотреть со мной интервью, никто смотреть не будет. Это вы так как-то себя принижаете. Я просто человек с самой иронией. Мне кажется, вы тоже. Умеете смеяться над собой? Вы умеете смеяться над собой? Кстати уж, если мы задували. Над собой? Да. Ну, да. А если вам скажут, что кто-нибудь спектакль обидно будет? Я соглашусь. Обидно? Ну, слушайте, если человеку кажется, что спектакль как-то, как у него такое видение, понимаете? Обидно будет? Или это будет смешно для вас? Или что? Смотря кто скажет, знаете, вот так. И потом, ну, всякая вещь, всякая вещь, она содержит в себе, ну, как и всякая, вот всякая вещь в мире, она содержит в себе все. Она содержит в себе и святую воду, там, я не знаю, или свечение звезды. И одно совершенно не отрицает другое. А то, что человек видит, это, ну, чаще всего человек же видит себя. Понимаете? Ведь все, что в окружении человек, это зеркало просто. Вот. Поэтому, если человек так говорит, мне кажется, ему прежде всего нужно разобраться с собой, почему он увидел достоином. Ваши спектакли же отражения в вас? Когда я их делаю, да, а когда их смотрят другие, уже нет. Хорошая мысль какая. Когда ты смотришь этот спектакль, ты все равно смотришь в зеркало, да? Именно, как и во всякую вещь. Вот вы еще смотрите на меня, а видите себя. А мне так бы хотелось увидеть вас. Да, ну вот. Давайте о классике поговорим. Я когда готовился, у вас так много спектаклей, там есть и классические спектакли. Вы, кстати, чайку не ставили, вы играли. Играл. Треплево, вы играли. Действительно, играл Треплево, да. Давайте я вам задам вопрос, который вы задавали со сцены, вернее, вы восклицали это. Нужны новые формы? Так, нужны ли они? Ну вот, чем дальше я, честно говоря, работаю в этой профессии, тем больше я понимаю, что, как бы, ну, на самом деле, новые формы, они в каком-то смысле не очень возможны. наверное, может быть, они связаны с возникновением новых технологий, да, ну вот. Про VR, да, говорите? Ну да, но вот это вот, наверное, то, что касается новых технологий, действительно, действительно, являет нам какие-то новые формы, да, но, по сути, поскольку мир по-прежнему состоит вот из каких-то вот этих атомов, из которых он всегда и состоял, то и новые формы, они как бы не очень возможны. И если они, может, и кажутся нам новыми, да, то в итоге мы просто переосмысляем старое и как-то актуализируем его, мы, может быть, находим на него какой-то новый взгляд, но формы-то, они, в общем-то, достаточно предельны, да, ну, как, вот есть тело человека, но вот оно такое, понимаете, уже сколько-то тысяч лет, ну, и как бы из него, как бы, выковать новую форму. Подождите, вы в клетке с попугаем использовали VR-технологию. Ну, да. Это вы сделали рыбакопа, оторвали ему руку и вставили железную. Или глаза у него теперь, как у терминатора. Ну, да-да-да. Ну, вот это, вот я и говорю, что вот это, может быть, касается новых технологий, но, по сути дела, человеческую природу особо не изменишь, поэтому и новые формы, они, так сказать, не очень достиженны. А зачем они тогда? Не очень достиженны. Зачем тогда этот VR? Зачем это все? Почему нельзя поставить классическое? Можно. Ну, как бы, зачем вот сидите, работаете на телевидении? Пошли бы лучше вот, не знаю, на радио. Ну, подожди. Она стареет. У нас классическая форма интервью. А может, лучше вот на улице бы сели бы и как это вот, как это, на ярмарке, как вот какой-то, устроили бы эту историю. Простите, если бы мы сейчас писали интервью вниз головой, тогда бы вы меня спросили, а что это мы, собственно, как летучие мыши? А мы же с вами сидим, как обычное, классическое интервью. Как МХАТ у нас такой, понимаете? Вот такой вот. 50-летней давности. Плазмочка-то у вас стоит, смотрите-ка. Плазмочка стоит, да, это правда. Ну, то есть все эти новые формы, это вот плазмочка у нас здесь, собственно, не больше? Ну, вот глядите, вот, например, вот явление такое, как смартфон, да? Так. Это же такое явление, которое категорически, так сказать, меняет вообще форму нашего сознания и форму коммуникации между людьми. Явление, как вы хорошо сказали, явление. Поскольку, например, ну, вот сейчас вот ситуация карантина, да, и того, как вся наша жизнь, вся наша коммуникация, вся наша работа даже во многом перемещается вот именно вот в этот виртуальный мир, где мы сидим дома вообще, не выходим оттуда, да, и при этом продолжаем общаться, совершать какие-то действия, о чем-то договариваться, даже создавать какие-то вещи, и даже создавать какие-то вещи в реальном мире, но при этом пользуясь и общаясь, и коммуницируя друг с другом только через экран, там, смартфона или компьютера. это же совершенно другой мир, это реально, вот это вот реально новая форма вообще мироздания. Да, почему? Ну, вот так. Нет, а вот какая разница? Ну, по телефону мы с вами говорим, или по смартфону, или вот так вот сидим. Ну, так вот, по-хорошему-то. Разница глобальная, на самом деле. Разница глобальная. Ну, потому что... Нет, ну, вот, если с точки зрения, так сказать, совсем такой вот, философский, то разницы как бы нет, потому что мы все равно, вы сейчас есть отражение, которое поступает в мои глаза и отображается в моем мозге, по сути, разницы нет. Единственная разница в том, что я, если бы не запрет, мог бы там к вам прикоснуться, или как-то мы могли пожать друг другу руки, там, и так далее. Ну, в живом плане, а в виртуальном плане это недостижимо. И какой-то, наверное, все-таки опыт контакта с человеком оффлайн, он все-таки никогда, ну, пока что, во всяком случае, пока не созданы специальные костюмы, да, и так далее, он как бы никогда не будет соответствовать тому опыту, который мы можем достичь через диджитальные, так сказать, щупальцем. Тоже и со спектаклем? Ну, да, 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 и в этом смысле такой вот классический театр, так сказать, в том виде, который мы имеем, когда есть живой человек перед тобой, который что-то тебе транслирует, и ты за этим наблюдаешь, он уникален, и я думаю, что нельзя заменить его никаким диджитальным, так сказать, инструментом. сейчас, я не знаю, как в театр, 50% мест, да, но все равно, сейчас же спектакли идут, все работает, если закроют. Плохо будет, тяжело. А на онлайн-платформу, пренебрегая тем, что вы сказали до этого, пойдете? Так я иду, как бы, и делаю какие-то проекты, именно связанные с таким диджитал театр, но, как бы, как сказать, это совершенно другая форма работы, это совсем другая форма, вообще, ну, это вообще другая штука, вообще, категорически, чем живой театр. Это очень интересно. Чем? Ну, вот как обывателю, объясните мне, ну, что ж, какая же, что принципиальная разница, ну, есть зрители или нет. Ну, объясню, вот вы, чтобы пойти в театр, вы, как бы, не знаю, садитесь в машину или едете в метро, ну, вы совершаете какое-то путешествие реальное, ваше тело оказывается сначала в одном, потом в другом, потом вы идете ногами по улице, то есть вы, как бы, испытываете какой-то реальный опыт, потом вы приходите в театр, сдаете вещи в гардероб, оказываетесь в каком-то новом пространстве, заходите в зал, там, какие-то вокруг люди, которых вы не знаете, вы садитесь в кресло, даже на дистанции сидят люди, вы как бы, ну, ваше тело, вы испытываете какой-то другой опыт, потом гаснет свет, зажигается что-то, какой-то свет на сцене, туда выходит реальный, такие же, такие же реальные люди, как вы и люди вокруг вас, понимаете, это реальный опыт, который вы испытываете физически, вашим телом, а так вы сидите все на кухне, в трусах, пьете чай, вообще, как угодно, ну, вы как бы, вы не испытываете этого, вы как бы, остаетесь в комфортной или, может быть, некомфортной вам среде, которую вы смотрите, это плоский экран, можно потыкать туда пальцем, и вы видите какие-то просто пиксели, мелькающие у вас перед глазами. Это, например, здесь все кино, так оно так и есть? Ты смотришь его в кинотеатре или в дом? Именно этим театр отличается от кино, именно вот этим физическим, реальным опытом. Это мне объясните, если диджитал театр, почему это не синема, почему это не муви, если это снятый на экран, ну, пусть это будет, это был такой жанр телеспектакль. Ну, да, но вот это как бы, я, это как бы, для меня является таким вот сомнительным как бы фактором, который не очень позволяет назвать это как бы theater, понимаете? Потому что это как бы уже не theater, это уже какая-то такая вот, ну, вот какой-то суррогат, скажем так. Ну, я сейчас вспоминаю классические эти телеспектакли. Летят журафли. Не фильм, а именно спектакль. Или с Мироновым и Ширвиндом. Женитьба Фигаро. Это же тоже телеспектакль. Не огонь! Ну, телеспектакль, да, но это как бы, ну, вы бы предпочли посмотреть этот телеспектакль или пойти на Миронову посмотреть в реальной жизни? Ну, знаете, я бы и так, и так хотел. Ну, вот, вот, вот. Ну, все-таки вживую это было бы поприкольнее, согласитесь. Вы же понимаете, наверное, к чему я клоню, да? К чему? К тому, что смерть театру предрекали уже миллион раз, да? Да. И появление кинематографа, и появление телевидения, по-моему, даже компьютерные игры, он все никак не умирает. Так о том и речь. Ну, так может, вот сейчас его задушат, наконец-то, коронавирус, и театр станет телеспектаклем. Слушайте, ну, вот я много читал, как в разбомбленном, не знаю, каком, Берлине продолжали выступать оркестры и оперные певцы, как бы выступали. То есть вот «Титаник», да, когда уходил от фото. Да, и люди шли туда, и как бы все равно, все равно, то есть если Вторая мировая война не смогла разрушить театр, то уж коронавирус, то уж и подавно. Про поводу переписывания классики. Ну, например, вот так вот, например, вы играли в «Чайке». А поставили бы вы, например, «Чайку Тенниси Уильямса» или «Чайку Бориса Акунина»? Слушайте, у меня вообще... Дело в том, что моя бабушка поставила «Чайку» в 72-м году, и я этот спектакль видел, во-первых, раз в 50, потому что он шел там в 2000, и, по-моему, еще идет у него в театре этот спектакль. Ну, представьте, сколько он идет еще. 50 лет этот спектакль идет. Я его видел очень много, очень много раз. Я играл в этой пьесе «Треплево», и у меня образовалась аллергия на эту пьесу. Я бы не стал ставить ее... Ну, может быть, можно пройти какой-то очень длинный путь, чтобы я к ней... Ну, не знаю, вот если я до 80 доживу, я, наверное, может, поставлю. Ну, у Чехова и другие есть пьесы? Есть. Но вы спросили про «Чайку». Да-да-да, нет. Я имею в виду парень. Безусловно, право. Я просто привел пример, потому что я не знаю ни одной другой пьесы Чехова, которую бы потом написал «Теннис Уильямс», и которую потом бы доделал «Борис Акунин». Она просто для меня такая... Пример хороший. Понимаю. Ну, вообще, вы говорили, что вы не будете ставить пьесы в России, потому что у нас отсутствует свобода. А вы вернулись и все равно ставите. Это что значит? У нас свободы много? Она все-таки есть? Или вам она уже теперь не нужна и достаточно в несвободе ставить? Я бы сказал так, что... Я какое-то время пребывал в иллюзии, что есть какой-то лучший мир и понял, что его нет, что он везде одинаковый, на самом деле. И что... Я понял, что... Ну, как? Он разный, да? Разный. Но... Нет лучшего и худшего. Есть вот мир, какой он есть, и мир, на самом деле, един. Он, как сказать... И все эти границы, да, они, в общем, в каком-то смысле воображаемы. На самом деле, их не существует. Есть разные культуры, разные... Но... По сути, вот так если глобально, просто есть земляне, существующие на планете, на этой. Но вы же ставите на определенном участке земли. Почему-то здесь вам милей? Ну, потому что я воспитан в русской культуре, я говорю по-русски, мое сознание, ну, вот, как я говорил о вот этих культурных кодах, оно... Сформировано. Глубже и точнее понимает именно эти коды, да. И... Ну, вот я вот работал там в Великобритании сейчас, и я понимаю, что те коды... Ну, это занимает большое время, чтобы врубиться вообще, как там устроено, как люди существуют в этом пространстве, как они коммуницируют, как там у них все устроено, их взаимоотношения с их историей, между друг другом. И... Это очень... Ну, это требует времени, чтобы это как бы разобраться в этом. Я как бы сообразил, что я вообще не очень это понимаю. Ну, то есть, это очень интересно в этом разбираться, с точки зрения вот именно тех культурных кодов, которые сформировали меня. Вот. Но я понял, что для меня все-таки важно не терять связь с моими корнями, что это все-таки то, что меня реально питает, и что это то, чему я хочу реально служить. Может быть, не очень желая как бы встроиться как бы именно в систему, да. Но не терять связь вот именно с культурой для меня очень важно. Вот я это понял, и поэтому... Ну, на тот момент, когда я это произносил, я просто был в шоке от того, что происходило с Кириллом Семеновичем. Вот как раз я об этом сейчас и думаю. И как бы я был в таком, как сказать, ужасе даже от того, что происходит. И, в общем, наверное, это вызвано было в первую очередь вот этими как бы чувствами. Помните, я вас спрашивал про страх? Вы говорите, что нужно посмотреть в глаза. Вот Кирилл Семенович посмотрел в глаза своему страху. Я бы не хотел быть на его месте. А если бы вы, не дай бог, оказались, это бы помогло вам разорвать связь с корнями? Будем так говорить. Ну, вот вы знаете, что все-таки корень-то, он, как сказать, он в языке, наверное. Вот язык это как бы та структура, тот, собственно говоря, магический, так сказать, пентаграмма какая-то, которая, собственно, эту культуру и хранит. Ну, как Бродский, вот он уехал, не возвращался, но связь как бы с языком не потерял. И поэтому связь с культурой тоже не потерял. Это, может быть, не столько зависит от вашего географического местоположения, сколько от ментального. Очень хорошо, что вы говорите это в эфире телеканала RTI, потому что мы вещаем на зарубеж, а не на Россию, как раз для тех людей, как Бродский, которые уехали и остались там. Как раз про Серебренникова у меня следующий вопрос был, следили вы за ним, ну, естественно, что вы следили за ним. Ну, следил за ним не я, а совершенно другие люди. Я имел в виду за делом, за разбитием этого дела. А вы присутствовали, когда вы делали приговор? Да. А вы пошли в само... Нет, туда было не вломиться-то уж. Как вы оцениваете то, что в итоге разрешилось все так? Это хорошо или плохо? Ну... Это так. Ну, как бы, нету, понимаете, есть... Могло быть хуже, а могло быть лучше. Но я считаю, что это... Неплохо. Вы представляете себе подобную ситуацию, например, в Великобритании или в Германии? Нет. Вы же там и там ставите. Нет. Такое ситуации просто невозможно. Ну, вот такая ситуация, то невозможно. Потому что это совершенно другие страны с совсем другой политической системой, с другим контекстом. Наша страна такая, а те страны сякие. Театр отличается немецкий, британский и русский? Конечно. Театр Великобритании, он целиком коммерческий. И в силу этого факта, например... Секспира? Ну, вот, не знаю насчет времен. Ну, наверное, да. Поэтому этот театр сейчас там, например, в Великобритании вообще обрушен совершенно, потому что у них нет такого, ну, вот, такого государственного саппорта, который есть в России, например, в Германии. И там все продюсеры несут просто какие-то колоссальные убытки. и... Ну, вот, я работаю там с несколькими продюсерами английскими, они говорят, что театр, может быть, возродится хоть чуть-чуть к осени следующего года. Вообще. То есть, в Великобритании в театрах сейчас разрешили заходить в театр и есть там чипсы. Но спектакли там показывать не разрешили. Ни один продюсер не берется там что-то, что-либо делать. превратить театр в столовку неплохо. Что будет дальше борделем сделать? И в этом смысле немецкий театр, он во многом похож на русский, потому что тоже он такой репертуарный, там есть какая-то труппа, есть интендант, есть государственный саппорт. Но тоже очень важное интересное отличие в том, что раз в пять лет, ну, вот интендант всякий заключает контракт на пять лет, и через пять лет он обязан уйти. Ну, то есть, как происходит опять конкурс, и все это знают, и все артисты тоже это знают, и каждые пять лет кровь в театре обновляется, руководство обновляется, интендант переезжает из наутия там в другой, и все к этому готовы, и поэтому там нет такого, что человек как бы вцепляется в свое место, ну, за редким исключением, и там сидит очень долго, ну, бывает, что продляют на второй срок там, типа, и десять лет сидят, вот, ну, в принципе, то, что в этой театральной такси системе есть такая традиция, это очень оздоровляет, как бы, процесс, да, то есть там, ну, вот, не происходит такого застаивания, когда процесс художественного уже, как бы, перестает происходить, а человек сидит да сидит, сидит да сидит, понимаете. Ну, вот, мы с вами говорили, начинали, да, там, с ухода этих товарищей, вы говорили, что это хорошо, перемены и все остальное, но в России, на мой дилетантский взгляд, театр, по крайней мере, раньше, сейчас уже не совсем так, но это художественный руководитель. Таганка — это Любимов, современник — это Волчек, так далее, так далее, так далее, там, МХАТ — один, второй потом, с Дорониной, и так далее, ну, вот, во-первых, как вы считаете, после смерти худрука в России нужно ли закрывать театр? Ну, это невозможно, это же... Переименовать, закрыть театр на Таганке и сделать новый театр, закрыть современник в том же здании и сделать новый театр под другим названием. Слушайте, ну, ну, нет, а зачем это делать-то? Не надо. Ну, как, вот есть МХАТ, у него есть своя традиция, ну, то есть, это какое-то такое древо, ну, действительно, в России просто устроено это по-другому, есть такое очень, ну, такое действительно дерево с корнями, с стволом, у которого вырастают, вырастают какие-то новые ветки, и, ну, видимо, русское сознание устроено иначе, да, и русская традиция устроена иначе, и, ну, наверное, с этим ничего не поделать. Ведь Кирилл Семенович тоже говорил, что он пришел в Гоголь-центр только на два года, а потом, ну, вот уже прошло время побольше, потому что это так устроена русская традиция, ну, то есть, это как-то, это, видимо, в нашем каком-то сознании, в нашей традиции это настолько глубоко, так сказать, проникло в нашу природу, что по-другому как-то оно и не получается. А вот в той же Германии вы сейчас говорили, там же такого нет, это, то есть, только наше? Есть, 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 бывает, такое бывает там, бывает, но редко. Как у нас получается, интересно, да, из-за того, что у нас вот эта ситуация, это же не только с театром, но и с политикой, да, тоже художественную, вот это все с Кириллом Семеновичем произошло из-за того, что у нас в политике такой художественный руководитель в театре, художественный руководитель, как он тоже остался, видите, как удивительно получается, и как вы представляете себе демократию в российском театре, она вообще возможна? Ну, вот, слово вообще тут, как бы, ключевое. Вообще нет? Нет, вообще возможно. Но не сейчас, я так понимаю. Ну, как бы, и всякие конкретные случаи, это уже, вот, ну, препятствия. Вы играли в демократических, не играли, вернее, вы работали в демократических театрах в России. Есть они у вас, а у нас вообще такие? И как это выглядит? Ну, вот, пожалуй, самым демократическим театром я могу назвать театр Ахия. Тоже с нюансами, конечно. Но, пожалуй, вот, это самый свободный в этом смысле театр, в котором я когда-либо работал. Как, вот, в чем эта свобода выражается? Есть глаз у народа? Ну, да, есть глаз у народа, и, во-первых, им руководят, как бы, одновременно два человека, Паша Семченко и Максим Исаев. Они, как бы, в таком тандеме бесконечном существуют. и там, что работал с ними Яна Тулмина. Ну, то есть, ну, я там был режиссером, как бы, ставил спектакль, где они были артистами. Ну, то есть, есть какая-то такая возможность коллективного сознания и какого-то такого обсуждения, коллективного принятия какого-нибудь решения, художественного там или, условно, политического. Ну, и это прикольно, мне кажется. А как вы считаете, вот эта тенденция с худруками, она меняется сейчас или нет? Как сказать, как, ну, как жанр, а как, я не знаю, как мамонты, они вымирают, худруки, дальше будет все, более демократичный театр или мы все-таки в нашей парадигме любимые остаемся и дальше оно так. Как было, так и будет. Не знаю, мне кажется, ну, скорее, вот второе. Ну, как-то так устроено, так как-то вся система так устроена. Я вот тут читал на карантине, прочитал книжку, ну, как уже семитомник Бориса Акунина об истории российской государственности, где он проводит такую, так сказать, мысль, что российская государственность выросла из повторения вертикального устройства золотой роды, на вершине которой, такого пирамидального вершине которой всегда стоял один человек, хан, да. И поскольку в истоках российской государственности стоит вот данная, так сказать, конструкция, какие бы правители не пытались эту конструкцию, так сказать, изменить, потому что всякие правители в начале своего правления, там, Никитина II или Александр I, эту, так сказать, форму государственности пытались как-то изменить, демократизировать. Но в силу, так сказать, обширности русских земель и в силу, как бы, так сказать, зерна, которое было положено в основание этого древа, все их попытки демократизировать нашу вот эту с вами действительность, проваливались, да, проваливались. И в итоге они оказывались достаточно, в общем-то, авторитарными правителями. Вот. Так и, в общем-то, а поскольку театр это модель мира, понимаете, и русский театр это модель русского мира, то боюсь, что... А вы ассоциируете себя с кем-то, как режиссер, с кем-то из... Уж в колец заговорили о царях. Во-первых, считаете ли вы себя режиссером, там, царем-императором или, может быть, президентом в таком более демократическом смысле, или, может, диктатором? И уж если считаете себя царем, то с кем себя могли бы сравнить? Слушайте, ну, у царя должно быть царство, а у меня уже царство, оно внутреннее, у меня такое воображаемое царство. Вот как в футбольной игре в этот момент я судья, и просто у меня есть игроки, и вот, ну, вот, в данной... вот в рамках данной игры я такой условный правитель, да? Но я такой правитель, как бы бесправный, я такой, скорее, наместник какой-то, потому что у меня же нет ни театра, ни... Я такой, как сказать, кочевой какой-то... Даже не знаю... Перекати поле. Да, вот я совершенно не царь. А, соответственно, это почему так происходит? Потому что вы так хотите, и вы так... Мне так органично, да. Если вам предложат служить, не работать, а служить в театре. Есть такая фраза, служить, брать, прислуживаться тошно. Хорошо, Грибоедовым ответить. Такой ответик вам, пожалуйста. Сегодня у нас вообще... Слушайте, где же лучше, где нас нет, уже было у нас, да? Сейчас служить, брат, прислуживаться тошно. А вы никогда не ставили Грибоедовым? Нет. Не хотели бы? Обратиться к классике, в актаххору? Пока как-то нет. Есть кто-то, какое-то направление, которое вам ближе? Кого вам хотелось бы ставить и дальше? Кто вам близок? Кто ваш? Слушайте, ну, у меня есть какое-то поле, так сказать, на котором растут разные цветы литературных всяких произведений, авторов. Ну, как-то, я не знаю, это зависит... Ну, то есть, нет такого, что я вот бурю какую-то единственную скважину какого-то автора, да? я как-то отталкиваюсь от контекста тех событий, которые происходят во мне и в реальности, и как-то замыслы вырастают в соответствии с вот этим потоком. Вот так. А так, чтобы вот я вам сказал, что, ну, вот я люблю Булгакова, но так, чтобы вот как-то появилась ситуация, в которой бы вот я точно бы это сделал, пока не... Или, да, я фанат Достоевского, допустим. Но тоже все зависит от обстоятельств, понимаете? Ну, простите, а вы не ходите? По-моему, сейчас для Зойкиной квартиры самое время и место. Я ощущаю иначе. А для чего сейчас время? я буду в Т-13 левшу ставить Лескова. Почему, кажется, актуальным именно это произведение сейчас? Ну, на самом деле меня натолкнул Евгений Витальевич Миронов на левшу, а я прочел и как-то очень восхитился. мне показалось, что это такое произведение, которое очень интересно раскрывает отношения русского, так сказать, мира к тем талантам, к тем ресурсам, которыми оно богато. И вообще, оно как-то очень интересно раскрывает такую, причем, очень поэтические то, как русский человек и русская государственность обращается с человеческим ресурсом. Да, хорошо, с этой стороны я понял. Понятно. Я еще хочу поговорить немножко о вашем веб-сериале, но для начала заканчивая театральную тему, позвольте, я вас процитирую. Ну-ка. В одном из интервью вас спросили, почему вам не ставить все спектакли в России? И вы ответили лаконично. Я еб-сусь, если буду вообще все спектакли ставить. Ну, может быть, вы хотели бы... Смешной ответ, мне кажется, нет? Да, мне кажется, тоже смешной ответ. Как все спектакли нельзя поставить. Это же невозможно просто. Да, но вопрос-то не об этом. Имеется в виду, что я так, как я понял вопрос, что, может быть, вы не будете ставить там за рубежом, а все останетесь здесь, будете, так сказать, национальным, русским режиссером. Почему? Зачем? Ну, вот, мне кажется, вопрос был такой. Почему вам не хочется этого делать? Есть огромный, просто совершенно увлекательный, интересный мир. Представьте себя. Вы, наверное, представляете себя, да? Я вот пять лет жил и работал в Германии в театре дерева. И вместе с этим театром объездил весь свет. И, собственно, что меня увлекает как бы в работе за границей, это познание иных культурных кодов, иной, как бы, культура, и, ну, и, ну, типа, сознание, ну, как бы, другого языка. То есть вы пользуетесь этими возможностями для того, чтобы раскрывать их здесь? Ну, да, я путешественник просто по натуре. Мне нравится вот коммуницировать с какими-то неожиданными людьми, с другими ситуациями, с другой вообще средой. Ну, то есть это, для меня это важно. Я такой вот, видите, Николуха Баклай. А мне кажется, вы пергюнт. Пергюнт, кстати, это вот интересная вещь. Я о ней размышляю. Да? Ну, да, да. Смотрите, скандинавская тема зашла у нас. Вы ставили кого-нибудь из скандиналов? Ну, Кнута Гамсон, например. Не, не ставил никого. А ирландцев. Депресняк этот безумный. Не, не, не ставил. Вы не любите такие суровые, депрессивные? Я люблю, но просто вот я думаю, я все время люблю как бы вынимать, ну, вот если я поеду, например, в Дублин ставить, я, ирландцев-то и возьму. О театре мы поговорили с вами. Давайте о вашем веб-сериале. Во-первых, мне очень интересно, почему именно веб-сериал и чем веб-сериал отличается от не веб-сериала? Ну, на самом деле, это очень просто, потому что мне продюсер, с которым мы работали, предложил сделать веб-сериал. Это не ваше решение? Нет, не мое. И это было, ну, как сказать, в каком-то смысле экспериментом, потому что веб, ну, он же находится просто в открытом доступе в Ютубе, да, мне было интересно, что, ну, как бы, на этой вот такой горизонтальной, да, это же поле, какое-то бесконечное, но мне было интересно в этой среде как-то себя попробовать. Ну, то есть, это, как сказать, такой зонд. Выход в диджитал. Ну, да, это как бы, вы же отправили, вы же формулируете какой-то смысл, его, так сказать, облекаете в некую форму и запускаете в пространство диджитального, в диджитальный космос. А над текстом вы работали или вы только занимались режиссуем? Над текстом работал, работал, да, я со-сценарист этого всего. Вы все написали сам? Нет, со мной работал Женя Мандельштам. Скажите, пожалуйста, ну, во-первых, это ирония или сатира? Или и то, и другое, или еще что-то, или гротеск? Спектакль, вернее, веб-сериал называется «Амрон. Норма». И там очень, я просто для тех, кто, может быть, еще не успел посмотреть из наших зрителей, он на злобу дня, и многие персонажи там прямо, скажем, такие вопиющие, ну, типа этого православного активиста. Я вот честно могу сказать, что мне кажется, что вам бы опасаться православной общественности. Да нет, мне кажется, пока вроде никто не обижался. И это скорее, это не сатира и не ирония, это я называю психоделический реализм. Новый жанр. Хорошо. Психоделический реализм, это когда пишешь по ДВСД. По поводу Ксюши Собчак, она у вас играет роль президентки, феминитив. Это вы под нее сразу писали? Или это образ, потому что пришел образ, а потом уже... Ну, на самом деле, просто как тебя шел, мимо гугл-центра, из-за угла выскочил Никита Кукушкин и сказал, что хочет баллотироваться в президенты и хочет предложить мне роль, ну, какой-то пост министра культуры. Вот. Я сказал, что подумаю, но в эту мысль мне запала, что вот Никита хочет, значит, стать президентом, и, наверное, вот из этого его, так сказать, намерения возникла эта серия. А Ксения Анатольевна, мне кажется, лучше всего подходила на роль действующего президента в этом, так сказать, параллельном мире другой России. Ну, да, по крайней мере, у нее желание было баллотироваться. Ну, вот у них обоих, ведь их желания, как сказать, вышли в какой-то такой... зарифмовались. Слушайте, а вообще вот этот выход в сеть, как вы считаете, мы уже говорили про смерть театра, что раз ему обещали, может, это смерть всему остальному, что не в интернете? Ведь так удобно посмотреть веб-сериал, а не платить за какой-нибудь Netflix там или еще что-нибудь. Не, ну, в России сколько сейчас платформ появилось интернет-платформы, в которых идут сериалы, и даже на одну я подписан, но не буду говорить, на какую. И мне кажется, что нет, 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 нет. И потом YouTube оказалось, знаете, такое достаточно тоже, достаточно тоталитарной системой с какой-то совершенно жуткой цензурой, которую нам там вставляли палки в колеса там за слово ковид в бегущей строке в первой серии, чтобы сказать, которого вот реально искусственный интеллект, который просто засекает эту штуку, блокирует тебя, и никакой модератор тебя не спасет. Мы там с этим боролись недели две. Вырезали? Ну, замазали, да. Ну, в общем, и мы поняли в итоге, что взаимодействовать с этой достаточно тоталитарной и при этом еще неживой совершенно машиной не так-то уж и занимательно. Смотрите-ка, цензура в интернете, да? Представляете? А вы в жизнь? То есть мы воображали, что мы выйдем в свободное поле, в демократическое, а это оказалось такая, в общем-то, достаточно жесткая цензурированная штука. Интересно, цензура в интернете сильнее, чем цензура в обычной. Вас вообще цензурировали ваши работы вот так, не онлайн? Ну, бывало. Это было серьезнее, чем с Ютубом? То есть вырезали, что более значимое? Да нет, но просто там просили о каких-то вещах. Политического характера? В том числе. А вы вообще политикой сами интересуетесь? Это для вас что-то... Ну, политика это, собственно, такая же важная часть нашей жизни, как и культура, медицина и наука. Новости вот это все почитаете? Ну, а как? А как в другом? Я человек искусства, у меня все... Ну, мне кажется, что нужно воспринимать реальность во всей полноте, в которой она нам дана. Вы это часто называли раньше «Совестью нации» режиссеров. Можно назвать? Ну... Не знаю. Кирилла Семеновича бы я так назвал. А вы на пути? Ну, как-то тянемся, знаете, к великим. Хотелось бы. Быть совестью. Но бессовестным точно как-то будет неприятно. Уж правда же. Сегодня в гостях у программы «Час спик» был театральный режиссер и хореограф Максим Деденко. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok